да шабанов помню ну спасибо что напомнил солнце дикое короче сегодня какое-то ну все блай против неба пацаны начинается я кстати проморгал тот момент что блайщик же первые начинает и весело у нас будет самого начала поэтому всех сюда зовите сейчас я твич кстати проверю идет ли потому что он же на тим ликвиде должен быть добавлен у меня а твич должен идти на самом деле твич идет народу там пока не ахти сейчас и и и и и так ребят короче смотрите я возвращаюсь сюда здесь ты уже заготовлены точке пошли пока проверял твич пока все добавлял пока посмотрел что блай мне пишет про игры его с шоу таймом так надо пинку стоит 180 пинк нормальный кстати на америке сейчас и блай бежит вперед то есть это попытка сгрызть просто тама с лингами в начале ну кстати говоря посмотрите-ка если блай сейчас нормально найдет шоу тайма а не с пробкой встретиться а он встретится лингами с пробкой это конечно уже плохо потому что у тайм сделает сейчас стенку естественно и блай еще не туда бежит какой же это фейл вообще дикий вот вот нужно в правильном направлении естественно гнать адепта заказывают шоу тайм но он может не успеть посмотреть и подстроить нужно срочно пробку уводить ему стенку делать что происходит то ребята блай сейчас пилон если сгрызет шоу тайму простите не шоу тайму конечно нибу плохо будет а блай пилон сгрызает да пробок выводит конечно ниб но можно здесь много пробок сейчас поднарезать если блай конечно так косячно драться не будет так он сейчас дерется что же он творит то такое мув сейчас мув блин блай просто сейчас косичнул почему потому что мув он не подождал немножечко смуг бы он эффективнее бы смог размениваться этими лингами это факт пилон ниб косячно поставил не подпитывает гейт гейт ничего не производит пробки все это время не добывает но все равно если ниб даже в такой вот ситуации отобьется у блая посмотрите на экономику 13 рабочих на 20 он еще дозаказывает лингов то есть он хочет шоу тайма сжать а как он дожмет когда здесь адепт выходит если он и без адепта то его не может ничего сделать то есть сейчас будет пилон заказан просто нибу что он делает вообще сюда ставятся пилоны ну хотя у него да у него слишком много соплая но гейт то блай сгрызет гейт то какой то бредовый просто здесь и сейчас подбегут как раз плюс 8 лингов что за 3 2 2 то просто происходит я вообще не понимаю блай просто прибегает и нелепо ниба как-то грызет здесь и пытается еще и гейт убить это плохая идея адепт скорее всего успеет выйти да это да он гейт армор крепче чем поля у гейта поэтому адепт успеет выйти но но блай гейт сгрызет тем не менее но дальше он ничего здесь хотя нет посмотрите пилон может сгрызть с м3 нету нужно новую стенку делать но оверчар спасает ситуацию для неба и теперь уже с мазеркором отобьется углая глаза загорелись он посмотрите он он лингов строит все у него горят глаза все нужно ниба догрызать и ничего в итоге не получается у него 3 хаты нет рабочих нету но еще попытка остается прогрессить эти пилоны без оверчаржа и кстати говоря кстати говоря это будет работать у мазеркора еще не будет энергии пока пилоны падают вот если бы вот этот гейт или что-то очень мало хп сгрызть и попытаться ворваться что лингов то очень много сзади бежит если это получится то может быть тогда может быть тогда что-то углая получится но это сомнение у меня возникает нужно блин я не знаю пилон и вот этот гейт нужно грызть да ну посмотрите как блин ним держится он ставит новую стенку уже какую дублируют вот этот гейт надо красный догрызать пилоном вместе до варп еще пошел здесь открывается гейтоз короче адепту уже две штучки и 50 энергии доделывается не по курат отбивается вообще тут все гейты открылись по таймингу прям идеально все у доделывается вам скажу то есть только блай казалось что прогрессе собрался но как вышел мазеркор точнее мазеркор вышел еще адепт из гейта с варпа и у мазеркора 50 энергии появилась но у бла лингов очень много он пытается адептов лоб прогресс ворваться не получилось надо гейт прогрязать но здесь уже с н3 адепты разваливают очень и очень неплохо хоть и без скорости атаки все равно на такой стадии они жестко разваливают блай пытается сгрызть кибернетку ну сгрызет он кибернетку а дальше что стенка есть юниты есть даже зелков здесь не буду достаточно варпить будет что подбиться в принципе кибернетчик он восстанавливает сразу на второй дублирую стенку при этом еще и в итоге линги ничего сделать не могут и и и Так, Блай построил парочку рабочих сейчас, 34, 22, барабан, ну, в общем-то, ситуация, конечно, для Блая просто печальнейшая самая, это фактически 1-0 уже в пользу процесса, я не знаю, как игрок уровня Ниба может такую просто отпустить, в общем-то, игрок. Я думаю, что этого не произойдет, но давайте просто посмотрим дальнейшее событие, может быть, может быть, Блай имеет смысл поделать оверов и попытаться побомбить с Мум, конечно, Беллингами Ниба, но Беллинг Нест пока нету и как-то, ну, судя по всему, ничего не получится. Вот Блай просто передроп Лингу хочу делать, Ниб плюс 3 гейта добавляет, Ниб прекрасно понимает, что за такое нужно зерга наказывать, зачем ему давать развиваться, если можно просто каким-нибудь выходом его убить, гейтов у него 7 штук будет, и скорость таки адептам, конечно, вместе с призмой, выход очень-очень жесткий. Забегает Блай на мейн к Нибу, кстати, Ниб-то не готов, посмотрите как, но Блай как-то в пробок, ну, он просто через Аклик послал, нужно было бежать и на муви подкусывать их пытаться, может быть, он, конечно, тогда бы сгрыз побольше немножечко пробок. У Ниба был уничтожен свой же пилон, который Роба отключил ему, я не понимаю, Блай какие-то, в общем-то, делает странные забегания, которые в итоге-то еще и приносят свои плоды, убил он 12 пробок, но все равно 29-36 по Робам, и Ниб уже готовится выход делать, у него есть 7 гейтов, то есть он фактически сейчас пойдет в Улын, но я думаю, что Улын этот Блай тяжеловато будет отбивать. Хотя у него уже 6 роучей, заказано есть Хогуть, вот если бы он успел здесь Беллинг Нест делать и Беллингов хотя бы штучек, 6 бы к этому вру, пусть они без Муа на Крипе, он же в обороне, и попытаться ими, да, ворваться, может быть, что-то бы и получилось. А так, мне кажется, все крайне печально здесь, потому что давайте по Юнитам посмотрим, 16 адептов идут, да, там 9 лингов, 6 роучей, адепты со скоростью атаки, а на этой стадии вы прекрасно понимаете, что это адептация сейчас будет Блая. Блай пытается тут плетки ставить, реводжеров делать, реводжеры тут особо и не нужны, они против адептов не очень сильны. Так, Ниб заходит на ХГ, нет, не стал заходить, что адепты михарасит, сейчас будут еще до варпы, он будет всеми просто врываться, по-моему, ему нужно просто в роуче ворваться в центр и все, и не париться здесь. Ну, он заходит на ХГ, ну да, он позицию грамотно занимает, в фокусе треведжеров, да, очень четко он все сделал, плюс до варп наверх идет, и это, конечно же, уничтожение просто происходит, адепты уже здесь неудержимы, их не остановить никак, хоть Блай, конечно, здесь тремя лингами пытается что-то подгрызть, но Мазерпора энергии много, даже 8 пробок Блай грызть сейчас, но, к сожалению, к сожалению, адепты ставят точку в этой игре. Кролева минус, все минус. Ну что же, ждем вторую игру. Здорово, а так, всем привет, задержка 90 секунд, ну, с учетом ГГшной задержки, я думаю, чуть побольше. Так, заходим в Ларди хвостик здесь. Что-то Блай зашел, так, а что Блай почему-то вышел, ждем Блая, ждем всех. Блайгарнаяærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærærær что я без вебки да просто у меня на голове одета шапочка из фольги почему потому что под видом сбора на диван здесь мне я же собирал на климатическое оружие против рептилоидов предыдущий сбор ну и оружие уже почти разработано там уже заключительные стадии идут вот я и маскирую здесь сижу чтобы меня не вычислили просто вот а если серьезно что так и есть давайте очень смотреть игру вторую опять же от блая пул газ опять он с мэй на играет и что-то было и прям агрессивную что не верит что-нибудь как-то по-другому пробрить может где наши любимые хатки прокси вот здесь от которые уже все знают где находится хотя все равно они постоянно работают при этом всем что самое удивительное так помните про задержку да кому интересно ставочки есть на кибете везде там есть на данный турнир турнир неплохой на американском сервере вот чем его плюс тут хотя бы более и менее играли играбельно европейцам ну и все линги побежали просто келуха какая-то прямо от блая пошла я смотрю вторую игру подряд а они просто все это видит как бы ну и он думает что происходит по ходу дела все зелок и ну и победа как бы зелок кибернетка практически здесь можно так сказать если все четко сделать до сейчас то есть подстроить потом мазеркор адептика так восемь лингов у нас ребята здесь была ниб чё-то очень сильно боится выводит пробок и тут кстати так действенно достаточно получается кибернетка почти упала и мув через 2 секунды ублаял то эволюшн бы еще бы оп эволюшн добавлен сейчас можно перевозочку на мэйн осуществить нужно ли выбивать кибернетку под адептом вот это вопрос мне кажется что можно было бы ее выбить потому что адептов да ну хотя мазеркор в любом случае просто подстроил это самое главное в общем то следствие того что кибернетка есть и уже то есть ее нет смысла пробивать да адепты не будут строиться но там и зелки будут решать главное чтоб стенка была и пробочки с мазеркором влай перевозит восемь лингов на мэйн но часть то уже рабочих у провод у протца на второй базе то есть даже если всех владись убьет у протца будет примерно ну конечно меньше чем угла нет всех нельзя терять все это печаль конечно но он все равно часть уведет как ни крути единственное что боюсь я что нет с ним может здесь потерять вот это да и адептов нет не успевает завести сейчас за минеральную линию один падает из них блай начинает мэйн здесь напрягать двух сторон с другой стороны правда два всего линга завел но здесь еще зелок адепт подходит плюс мазеркор лингов не достаточно правда часть лингов грызет сейчас вторую базу блай разводит очень неплохо и адептов подгрызает молодец блай линги все дотекает дотекает небо уже меньше по лимиту кажется это вообще-то блин как сейчас прогорел конечно пользовать рабов не по сиф активировал премиум на ваш канал так линги подбегает нет упустил блай как-то темп сейчас и в итоге линги не успевают забежать к нибу но сейчас хоть в экономику можно сыграть эти рабов 11 12 попытаться блаю овер есть на мэне то есть мэйн еще долго можно не давать добывать по идее да вот лингов засаживать постоянно сюда в общем-то врываться адептов напрягать выманивать у верчажа на эти пилоны и в перспективе может быть даже сгрызть их а блай погодите блай бэллинг нес что-то блай переагрессивничал здесь мне сдается это зачем он так агрессивно что адепта сгрызи с двух сторон нет он пробок начинает грызть но может быть он и прав что пробок начал грызть здесь три пробочки еще сгрыз 11 на 15 блай понимает что каждая пробка на вес золота в данной ситуации 5 уничтожено 9 на 15 а почему блай улынет все равно я что-то понять не могу а ну блай блай не хочет отпускать него уже здесь ну понятно нужно ли сейчас сбежать сюда мне кажется что сесть вовера было самым грамотным решением и напрягать потом вот этими лингами подбегающими тем более газа то много сейчас блай достаточно только бэйнов заморфить не надо здесь лингов отдавать ни в коем случае блай на мэне они еще свое слово скажут здесь я уверен нужно вовера просто сесть сталкеров нету блай это и делает сейчас молодец все правильно это самое грамотное решение здесь было очевидно да как бы как и корейцы делают и сейчас просто во время забегания как только адепта отсюда эти уйдут настанет черед и этих лингов вырываться блай врывается с н3 нет ни одной вот чем минус вот и очень часто так бывает пробки взрывается бэйлингов не заводить только под пробки я тебя прошу блай завел бэйлингов не все фокуснул что за провал со стороны блай ну как так просто нужно было убить отойти бэйлингами из рейнджа оверчажа и все как бы драться с адептами потом блай пытался куда-то ворваться и не просто грамотно фокуснул оверчажа 30 дэмэджи ровно сколько у бэйлинга хп он сюда за удар убивает но блай продолжает агрессивничать с бэйлингами опять же линги сидят угрозу мэйну создают здесь линги пытаются пробки подвесить мягко говоря так себе блай пробки эти грызет и где еще линги линги где-то далеко блай не личинок ни кант посмотрите сгодите а как могло в королеве на второй базе скопиться 50 энергии ну киньте два сразу этих ну инъекции а у блая просто не делаются инъекции ну хотя у него личинок с перебором у него ресурсов не хватает с другой стороны на амэйне тоже дроп сейчас попер нужно овера было отводить сюда к краю чтобы моментально моментально перемещаться если нужно со второй на мэйн как бы лингами не двумя группами грызть блай этого не сделал 19 33 все равно по лимиту еще три пробки блай сгрызл блай короче все что блай делает это подгрызает пробки то есть он медленно но верно короче подгрызает небо сейчас просто жесть какая-то рептилоид джеда мостон 33 присылает и сообщает что моим планом мы тебя вычислили по айпи твоим планам не суждено было сбыться ну короче жду жду приезда общем а оружие поставил в общем-то на готовность климатическая скоро холодно станет если блайн небо сейчас 21 прокатит такой вот темы и третью игру допустим тогда вообще стопроцентно так заходят линги-беллинги но блай досиделся что у него уже появляются с н3 здесь с н3 это совсем неприятный момент нип если не тупой а я уверен что нип не тупой он понимает что сюда наверное бейлинги летят но блай то между тем делает свитч в макро что самое интересное правда ни лейра ничего не заказано но уже рабочих больше смотрите стало 39 19 то есть ну молодец блай что-то тут интересное предпринял попытались бейлинги зайти бейлинги не зашли центре есть 50 у центре есть 50 и линги забежать не смогут если бы эти линги пробежали блай пару пробок еще сгрыз было бы хорошо на самом деле блай третью надо ставить что он собственно грей делает но надо заранее такие действия ну уводить пораньше рабочего конечно но судя по всему блай здесь уже не отпустят хотя еще все может быть что общий лимит очень-очень близок 43 52 проц неплохо бустит рабочих вполне но до твой лайтов до роботиксов ему пока далековато все таки а климатическое оружие это вентилятор лёха и вентилятор из каких-то там помню сериал губа нтв или как ну как какой-то фильм блин джор дойстиком отыграл вот такое вот оружие приходит ниб видит что здесь ловить нечего уходит углая бейлинги роучи линги и четвертая хатка готова но лейера еще не было только сейчас он заказан и хату надо раскачивать мне кажется было хотя не он сети он сразу еще центральную четвертую занимает но интересный вариант как бы развития событий не судя по всему уже смирился с тем что придется ему бэринг врыв с двух бас пытаться сделать иначе как бы провал кстати счет то у меня не выставлен не не бже уже ведет 1 0 я прошу прощения так заходят роучи реводжеры бейлинги бла бла и взрывает все вообще в мясо с н3 против бейлингов они вообще не выстоять не могут в принципе сбивается сразу же билону здесь 2 с уверчажем бла и выйди из-под уверчажа что ж ты творишь вообще бла и мудряется прийти опять слить как бы пуш причем у него по лимиту серьезно сейчас проседает чё за улыбный почему не заказать просто вот сюда на третью на четвертую рабочих пару тут национальных зданий не построить и выйти к примеру в гидру еще добавить кровучим с ревозерами бегают лай по центру но тут ничего не происходит короче ниб сейчас адептов будет строить и в третий никс пытаться выйти он уже ставится бла и судя по всему не собирается отпускать он с мувом роучей собирается врываться ну правильно а что делать здесь еще бейлинги есть линги есть роучер элоджеры есть диван с багажником не за зачем багажник багажником это машины надо в лес выводить к его дома надо тумбочку для гагарина гагарина и вообще это жестко ладно давайте смотреть дожимает в лайне по центре изгрызает ггнщик ребятки 1-1 неожиданно как-то у блая какой-то ну вот реально скилл какой-то ну можно играть нут и умеет играть только в основном как бы агрессивные билды зато против небо бонус каю плюс сто процентов дэнджи ну что и третья игра начинается чем она не начинается еще мы только на хост пока заходим и Продолжение следует... Так, ну что, ждем третью игру, ребята. Все замечательно, работает хорошо, получше, чем на Азии. Пытаюсь выяснить насчет ВЦА, как бы, ну, потому что я написал человеку Хобот, мне сказал, какому, который главный по ВЦА, но он по всем дисциплинам, как бы, и он что-то мне пока не отвечает. Пытаюсь Аликсу узнать, может, он шарит, потому что на отборочных много всего. Ну что, один на один, ребята. Это не новый клан, это после DreamHack Ablai такой, типа, как хэштег, что ли, создал. Но что-то пока Ablai после этого особо не on fire. Дальше таких результатов пока что нет от него, а мы ждем все. Ну что, Нип играет через стеночку. Стеночку он любит делать снизу. Смысл ее такого. Здесь будет Nexus кибернетчику, чейгейт к Nexus примыкать будет. Здесь будет кибернетка. Проход вот как раз между пилоном, между пилоном и рампой. Она идеально встает здесь. А Ablai, посмотрите, что творит. Ablai решил, но, блин, если две игры не играешь в ProxyHut, то в третьей-то надо ее сыграть все-таки. Короче говоря, любимое занятие Ablai. Посмотрим, чем все это кончится. В этом плане Нипу, конечно, лучше на стенку было бы делать на рампе, потому что Vision. Хотя, с другой стороны, рампа ближе, как бы Vision over Ablai обеспечит. А здесь подальше он находится, как бы, да. То есть, криптумор подольше тянуть будет. Понимает ли Нипу, что творится? Нет, он пока не понимает, что творится. Он проверяет золото. Золото нет. Можно свое проверить. Можно даже на чужом золоте за эргубазу лепить. Но Ablai еще ближе. Вообще, под Нипа второй ставит и проверяет. Он сейчас. Опа, сюрприз. Ablai три дрона ведет. Конечно же, это три плетки будут сейчас. Две плетки пошли, Ablai. Нипа решил, что надо с пробками отбивать всю эту тему, Блая. Блай не отменяет плетку. Это вообще просто за голову убраться надо. С Томми просто терять дрона и терять еще все минералы. Просто соточку. Но это же бред вообще. Нип все плетки убивает. Что-то он потушил здесь все. Блая, по-моему, его гнездо погони. Просто выжег на ранней стадии просто просто. Он понял, что если так близко к его базе зверк разобьется, то это печально для него кончится. Но у Блая строятся линги. Он все равно здесь скриптумы растает. Но плеток-то нету. Все. Он не может агрессивные какие-то действия сейчас действительно делать. Как он без плеток? Вот сейчас я чуть не понимаю, Блая собирается. Вот первая пошла сейчас. Только-только. Надо подстраивать дронов. Не строят, правда, ни роботикса, ничего пока. То есть он строит. Ага, плюс два гейта. Он просто собрал стрел гейтов подбиться здесь. Ну, интересно. Криптумыр Блая отменяет. Сейчас надо другого еще распускать. Ну, Блай очень сильно продеможил Мазеркор. Но не все равно отменит криптумыр. Блай успевает его отменить. Молодец, но юниты вышли сейчас. Блай заходит внутрь на мейн, что ли? Да, на мейн пошел. Почему Блай не стал сгрызать двух адептов-то? Я чуть не понял. Ну, опасное действие сейчас отблая. Изворачивается в такой ситуации. Ну, надо лингов не отдавать. Плёточку нужно на мейн звать. Королеву уже две. Может быть, это даже и ошибка, что Ниб стал с гейтами именно отбиваться, а не иммортла пытаться выйти или грел, к примеру. Плётка ставится. Ну, почему она всего одна? Я что-то понять не могу. Королев-то больше надо делать на мейне. Овер для передропа готовится. Плёточка начинает ковырять сейчас Ниба. Вот, восемь лингов готовы ворваться. Блай может, может, реально может развестись. Надо выманивать уверчаж. Блай это понимает побыстрее, чтобы быстрее агрессию потом начать. Здесь надо срочно лингов засаживать. Что Блай делает? Так, выходит адепт. Адепта Блай прижимает. Помочь плёточкой. Хотя нет, плётка другого бомбит. Пусть другого бомбит. Королевами можно добить. В это время линги врываются на мейн. Смотрите-ка, Блай как разводит Ниба. Просто как маленького какого-то, я не знаю, работает Блай. Да, просто Харас этот. Но у Ниба ещё слишком много лимита. Но лимит-то какой он не способен с плётками драться. Адепты, Зилкьюз. С королевами из Транфьюзов много будет. На плётки те же, например. Просто оверчажи выманивать. Да, Мазеркор это не полноценная фотонка. Это всего лишь оверчаж, который висит несколько секунд. И Блай это понимает. Да, вот Мазеркор падает. У королев восемь рейнджа сейчас. Естественно. Ещё восемь лингов строится. Плюс два новых дрона. Ещё бы плёток пару построить. И Блай снизу делает, чтобы не агрить просто. Не агрить, чтобы сидел по конец там. Он построит спокойно наверх, поднимется как бы и разберётся потом. Здесь на мейне проблемы были. 24, 13, Кэшпарабам. Но боевой лимит у Блая присутствует. То есть игра просто. Надо очень много лингов. Если Блай как-то ошибётся, без плёток лингами подерётся. Это бой для него фейл просто жёсткий. Опять передроп на мейн идёт. Ну вот на мейн передроп лишним я сейчас вижу этот. Почему? Потому что там уже в лоб надо пробивать чертягу. А что на мейне идёт? Ну пробок попытаться подбить. Ну здесь адепт есть. Блай с газа снимает пробку. Потом лингов просто не контролит. Прикапывает просто плётки он сейчас. Лингов много копится здесь всё ещё. Гейт сейчас упадёт, что самое интересное. И овер на мейн пытается ворваться сейчас. Ну и что? Смотрите, ребят. Я же вам говорю, что несмотря на лимит Ниба у него всё плохо. Блай его выселяет просто слоу-граунда. А проблема того, что Ниб остался на мейне. У Блая-то вторая есть. Просто ой, Блай врывается на мейн. Это зря было сделано. Какие ошибки ужасные. Блай, что ты творишь? Игра-то ещё не выиграна. Здесь рабочих масс. Если ему дать выйти на вторую, это печаль будет. Блай-то у самого второй нет. Нужно раскачивать вот эту базу. Блай понимает, что её нужно раскачивать. Даже дожать кибернетку пытается. Ну, плётки надо перекопать. Чё, Блай, сидит-то здесь? Ну, это вот контроль называется. Труп-контроль. Есть здания, а плётки, короче, не перекапываются. Ну, что за беда? Всё, сюда спорочку ещё одну добавить. Вот и мы, и Морталы строятся. Вот Блай зачем-то переагрессивничает, как и в предыдущих играх. У него иногда бывало. Не в этой серии, конечно. Но в первой игре, к примеру. Куда лезть-то так? Уже пора давно было перейти в макро, в экономику. А Блай что-то там сидел, в общем-то. В итоге сейчас будет и Мортал с адептами. Я вообще на месте Ниба ещё в Даркшайн был. Вышел бы с мейном, в тупую, как бы. Потому что Дарками можно просто разводить. Вот эти все прокси-базы проверять. Если ещё Блай не поймёт и не спилит спорок вовремя. Так, спускается. Не, посмотрите. У Ниба лимита боевого на 30 на 10 Блая. Ему просто спуститься вниз вне рейнджа этих плёток. И он убьёт Блая. Ниб это прекрасно понимает. Он делает Твайлайт. То есть у него будет скорость атаки адептам. И это будет просто, это будет резонирующий глиф. Просто он будет резонировать. И Морталы будут со своим скиллом. Который, конечно, обрезали в два раза. Но, тем не менее, 100 демеджа он поглощает за 2 секунды. То есть против лингов забегание окружения достаточно эффективен. Да, как бы он может прожить подольше. Скиллами там его потом можно защитить будет. Привет, скрим мозгу. Привет всем. Итак, Сентряк куда-то. Погодите, Сентряк пробочка куда-то полетела. Куда-то не полетел. Тут Нибу даже можно было бы сделать что? Вот здесь, например, Нексус эти. И телепортнуться всей армии, например, на Нексус. Мазеркором. Ну, вот долго Нибу лучше не тянуть здесь. Реально. Почему? Потому что если он будет тянуть долго, то ничего хорошего не выйдет. И не надо просто имморталами летать. Нужно летать сейчас Нибу. Всеми вниз спускаться было и идти драться с одной базы. Тушить вот эту базу и все. И потом мейн тушить. Или на мейн сразу проходить. Но на мейн тяжелее, потому что дольше все-таки. Роба есть. Оп, стой, съесть габы. Все здесь есть. Глай реводжеры появляются. Два эмортала летит на мейн. Глай, но Глай по лимиту подравнивается более-менее здесь с Нибом. Ну, спорочку нужно. Я говорю, Глай ошибается, пренебрегая такими зданиями. Вот, невидимый юнит висит, который видит все прекрасно, что Глай делает сейчас. И это явно нехорошо. Имморталы начинают здесь с призмы Харас начинается. Естественно. Пошел до вард адептиков несколько штук. Плюс два иммортала. Три адепта. Два иммортала. Два адепта со скоростью атаки. Естественно. С глефами резонирующими. Вот на 45% демедж. А, точнее, скорость таки повышают. Это просто нереально эффективный грейд для этого юнита. Вот, и печаль. А здесь адепты пришли к Глая на 9 часов. В итоге у Глая все плохо. В этой игре становится буквально за два действия Ниба, как бы. Ну, да, смотрите, распланировал он все здесь четко, я бы сказал. Даже у меня был менее четкий план. Понятно, на то он и Ниб. Он просто обрубил Глая на мейни-призмы и адептами ворвался на 9 часов. Все. Элементарно. Зачем придумывать что-то сложное. Пришли реладзера отбивать, но тут уже демедж нанесен 30 лимита Глая на 70 Ниба. И бесполезные плетки стоят, которых филдами будут блочить, и они не смогут на верху ходить. Да, печаль оказалась-то, да, уже как близок был к Глай победе, это жесть какая-то. Но ошибки, ошибки небольшие от Глая просто. Не дожал Ниба сам виноват. Здесь вроде как пытается оббить мейн, но 13 лимита, 3 рабочие. Глай всегда бьется до конца, но здесь он уже давным-давно понял, что он проиграл. И дестабилизатор еще с хайграунда Ниба стреляет. Плюс Нексус. А, Нексус Блай отменен. Ну, не важно, что Нексус отменил. Сирот ТГГ, ребята. Ждем следующего Абу-3. Судя по расписанию, это Гумиху Ниб будет. Ой-ой-ой, какая великолепная игра сейчас будет. Кореец Гумиху Тиранчик против Ниба, который сейчас разобрал Блая, как вы поняли, естественно. Ребят, секундочку, я сейчас приду скоро к вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ребята, я здесь. В принципе, можно уже включить вебку. Почему? Потому что я теперь один сижу до этого. Тут друг ко мне заходил ко мне заходил, как бы я... Ну, вдвоем мы сидели. Не хотел человека лишний раз. потому что я не знаю, за или против. не суть вопроса. Так, Варди меня зовет, прошу прощения. Я что-то втыкаю здесь. Вот. Ну что... Так, ребята, надо перезайти. Старкрафт просто... И тогда зайдет в игру просто все нормально. Ну вот. Продолжение следует... Нет, если бы Нип на рампе делал застройку, возможно, это хуже для него было бы. Там непонятно, как игра бы сложилась бы эта. Так, что, почему? Ноль. Еще Гумихо не победил пока Блай, и не факт, что победит, ребята. Но Блай бьется с Гумихо, и ему нужно побеждать желательно, чтобы из группы этой выходить. Потому что, если он проиграет, то, конечно же, ситуация будет печальна. Хотя то, что карту он у Ниба взял, это неплохо, я вам скажу. Это Блай поможет выйти из группы, если он будет побеждать дальше с другой стороны. Но у него дальше там Вайлит еще будет, насколько я помню. Кореец, который он частенько пробревал в ЗВЗ. Ну и то, сейчас он, я видел, ставочки там, как бы на кибете он Вайлит фаворит, например, ставит. Но я не знаю, мне кажется, что Блай Вайлита на изичах может пробрить. Ну, посмотрим. В принципе, он сейчас потренился к концу года, явно тоже. Ну что же, ребят, Блай, 17-я хата, Газпул. Здесь реперочек, репер-ЦЦ-шечка стандартная. Но я так подозреваю, что ранний Steam будут кореец играть. Это стабильный билд, сейчас очень-очень стандартный, очень рабочий такой, очень тренированный. Хотя, может, это и факта будет даже. Смотрите-ка, факта пошла, нет. Барак, здесь я уже вижу сразу, что барак здесь не строится. Скорее, он здесь строил бы, чуть подальше бы от первого бы. Вот, или вот здесь, вот, чтобы подальше от залета оверов. Ну, Блай спалил, что факта реактор, то есть это репер-Гелик, и вот, решил Гумиху так сыграть. Ну что, ребятишки, лэр пошел, Блай, вот, завязывается там обсуждать всякие левые темы. Это друг мой приходил, Вовка, олень. Вот, старый мой друган, кореш из мультяги. Еще мы все познакомились, когда играли в первый StarCraft, еще даже на WCG в 2002 году я не ездил. Вот, пошли инъекции, у Блая добавляется королева третья на мейни-лэйр. Ну, то есть это ранее мутка, я так понимаю, со стороны Блая будет, но я пока вижу Роуч Ворон. Это будет нидус от Блая, что ли? Так, ну что, гелики жгут. Блая отгоняет. Риперы-Гелики, Гумиху просто рипера дает возможность залететь на мейн. Второй тоже на мейн заходит. Нидус на второй, Гумиху понял, что лэр Гумиху все, кажется, понял. Здесь вообще банша заказана. Ну, кстати, баншу-то можно Нидуском-то и законтрить бы, на самом деле. Блая было бы. Блин, и Блай в вижене Гумиху сейчас Нидус делает. Ну, почему его не сделать нормально вне вижена Гумиху? Я вообще не понимаю. Королев нужно обязательно сажать в Нидус сейчас. Лингов нужно сажать в Нидус. Нидус попер на мейн уже. Королеву выпрыгивают. Линги выпрыгивают. Гумиху собирает. Конечно же, дефицит здесь. Ставят бункера. Нужно крипту Мор и Блая сразу вводить, что он и делает. Часть лингов, рабов ворвалась. Не надо лингов до приезда геликов. Давайте сейчас Роучи. Надо быстрее отсюда высовывать. Где Роучи-то все? Я что-то понять не могу. Вот и Роучи поперли вперед. Неужели у Блая сейчас Нидус прям в первой игре в катер? Это будут чудеса на виражах. Сбил Баншу сейчас. Королевы бьются против бункера с Роучи. Трансьюзы идут. Рабочие падают. КСМ-кпад, Роучи все новое и новое выходят. Ну вот танк выехал и перевернул ситуацию. Блая полез зачем-то за танком и гумиху. На этом моменте Блая просто разваливает в мясо. Как же Блай дешево ошибается сейчас? Ну как он так затупил-то? Я понять не могу. Танк вообще не может сгрызть. Это такой взрывал ужасный просто. Мне даже самому обидно стало, как сейчас Блай проиграл, но не залетел Нидус, понимаете? Ну, гумиху это. Чуть-чуть не хватило. Тут 30 цешки, но вот ему чуть-чуть хватило, это уже без шансов дальше. Дальше сопротивление. Хэндэху просто. Сопротивление бесполезно. Как по-корейски будет. Танчик здесь бомбит. И Блай должен кисать уже в игренчик. Потому что шансы здесь... Хотя Блай продолжает давить, но королевы падают. Криптумор потерял Блай каким-то образом. А нужно новый, значит, ставить ему. Новый не ставится. Так, линги забегают. Нескончаемая просто какая-то, блин. Нескончаемый поток Блай здесь летит, но он как бы вяленький такой, вы же знаете, как из крана вода, но слабо идет. Но еще пока идет. Очень долго. Вот королевы Роучи новые вышли, ребята, на то, чтобы под бункером быть отданными. Я не понимаю, почему Блай не сделает реведжеров? Ведь танка нету. Сделай же ты реведжеры. Кидай ты в него... Еще есть шанс выиграть. Вполне. Кидай ты в него чертовых этих... Я не понимаю... Фаерболов. Почему Блай тупить так? Почему он реведжеров не хочет сделать? Он бы и Старпорт был, и рейнджовый юнит. Все, Старпорт, барак можно прогнать. Что он делает-то, блин? Газ есть. 150 газа. Снизу Роучи пытаются напрягать. Гумиху. Блай пытается разводить. Сверху банша появляется. На мэне королевы Роучи тоже. Надо лабу давно уже было выбить. Там вообще все. Там надо было убивать бы давненько. Блай уже. Реведжеров он просто на муве дает. Вот сделал реведжера на лоу-граунде. И отдал сразу же. В это время линги Роучи заходят на мэн. И Блай все-таки собирается дожимать. Но кривейший контроль Блая не дает ему нормально это сделать. Но все-таки бункер падает. И на мэне проблемы жесткие. Но Гумиху все еще держит 50 на 60 по лимиту. Лимит боевой вообще одинаково. Почти мариков слишком много. Гумиху накопил. Блай опять начинает. Опять кажется, Блай уже поставил точку в игре. Но мариков слишком много. И Блай опять терпит. И сейчас танк уже будет готов. А с танком вообще здесь делать нечего Блая будет. Танк выходит. И дэмэджем очень сильно помогает. Как же опять Блаю не хватило вообще. Здорово, боттлнет еще. Что-то там опять что-ли? Не надо жестить-то. Печень-то не железная. Так, Роучи и Блай сплетят. 63, 34 по лимиту. Пошел Нидус или не пошел. Да, пошел Нидус заново. Блай отдает Роучи. Просто на танке сейчас. Но убивает тем не менее рабочих здесь на мэне. Нужно заходить, прикрывать Нидус свой срочно. Иначе юнитов достаточно выйти. Просто не успеет. Так, Роучи сверху выходит. Роучи снизу выходит. Блай не выдерживает боевой лимит. Тут Ирана стабильно на уровне одинаковом держится. И просто не дожать Блай, ну никак. Ну, танк появился сейчас опять не в тему. Что за дичь вообще происходит? Блай очень уперто действует. Это правильно, конечно. Но ему не хватает, к сожалению. Танчик надо на ХГ забирать. Тут уже Либератор появляется. Это полная печаль. Есть Банша, Либератор. Танк у них он не успел подвести. Но сейчас он успеет и танк подвести к готовности Нидуса. Танк дропает он сюда. Марики, Либератор, Банша, Танк. Ребята, это простите. Извините, это все. Это точка в этой игре. Наконец-то агония закончена, Блай. Он сливает эту игру. 0-1 над Гумиху. Хотя бы лимит еще есть. Но сейчас будет уничтожен весь Крип. Не там Криптумор Гумиху. Гумиху не видит, где Криптумор находится. Нидус отблая на второй пошел. Он Гумиху 30С. Ну куда ты, Марики, своих расстрелил? Вот а прикиньте, как Марику обидно, которого убил. Блин, ты давай, герой. Криптумор выбить надо. Багжу бомбили бесполезно. А потом просканили. Черт вы вообще. Капиталисты. Патронов пожалели. Точнее, скана пожалели. Да, все денежки, блин, им подавать. Роучи на лоу-граунде от Блая. Блай говорит, ну, я не сдаюсь просто. Они не пройдут. Ну, пасаран, блин. Бьется до конца, короче. Ну, вот сюда не дозря. Надо вот сюда было делать. А там нету вижена, видимо, у Блая. Здесь сразу же Гумиху его уничтожат. Тут даже нет смысла ничем вылезать оттуда. ЦС улетает. Здесь Либератор на вторую прилетел. Уже дронов просто испепеляет вообще в мясо всем. Спасибо, Гек. Спасибо всем, ребят. Всех рад вас видеть. Старкрафт сегодня идет. Пошел Нидус на мейн. Блай заходит. Роучи лингами. Роучи много. Лингов тоже, кстати, немало. Ну, как же криво Блай врывается. Станки идеальным сплэшем просто все изничтожают. Это ГГ. А мне казалось, что сейчас что-то может получиться. Но Гумиху очень четко контролит. Как же он четко контролит Мари по своих Станкер. Хоть их и мало, да? И хоть они без стима и щитов. Ну, как они решают? Так. 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 Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Продолжение следует... 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 Так, ребят, стандартная хаточка от Глая Здесь рипер-ЦЦ-шка Как в прошлой игре было А нет, в прошлой игре ж не рипер был, по-моему Хотя не рипергеликий, да, был точно Так, королевочка Королевочка Ну, все стандартно абсолютно Сейчас факта пойдет Вообще более стандартно для тирана сейчас Большую часть игр отыгрывают не через факту А через второй барак, то есть в ранний стим Процентов игр 100 Ну, это точно больше сейчас отыгрывается через этот билд Ну, конечно, смотреть на ладере и на турнирах разные вещи Опа, Влай на халяву просто спускается лингами Гумиху не ожидает, что у Влай уже вперед ломится 6 лингов И сливает рипера Когда диван заценим Когда денег соберем Как бы на диван тогда и заценим Тогда я его закажу Мне его доставить сюда Я даже на изичах могу сделать стрим Как его собирать буду Потому что если икеевский А я думаю, что икеевский Буду запариваться Ну, я уже и диванов два собрал Один с корешем С вами Майдин сам И шкафовы уже Ну, там как бы они легкие все В общем-то Так, 1-0 Гумиху идет Кстати говоря Циклончику Гумиху Разбирает циклоном Гумиху лингов Просто Сейчас еще овера давайте примет Она он в легкую примет Я не знаю, почему Гумиху даже не проверил Он не пошел Он боится, что Углая муфа Углая действительно муфа есть Углая лейер опять пошел Так, 8 лингасов забегает Стандартная хата была Ну да, тут насчет стандартной Второй хаты Блая Вопрос хороший Прокси ли хата Это под базой оппонента Либо хата стандартная На минералах Углая, ну вот По процентам игр Тут тоже, знаете ли По-моему, в про играх Особенно с проццами Так у него стандартная будет Не вторая даже Понятно, на ладере по-другому Может быть Но вот на турнирах именно Так, у Блая уже меньше лимита Чем у Гумиху Он потерял овера И здесь, опа Гумиху что нам демонстрируют Сейчас посмотрим, как против Блая Работают циклоны с грейдом И гелики Это очень жесткий микс Это очень прикольный микс А у Блая мутка Это идеально мутку законтрить Мне так кажется Потому что, ну просто Гелики будут унижать Плюс 400 бронированным целям То есть овером, зданием Приезжает Гумиху Заезжает к третьей базе И говорит Блая, что нет Пока не надо Третью Посмотрите, как они с грейдом Просто шпарят эту базу Блая Блая успевает отменить Безусловно, если бы он не отменил Это вообще печаль бы была Здесь забегают линги Линги мутка, кстати, смотрю Неплохо работают Блая среди циклонов Сейчас зафокусит А Блай циклонов Зафокусил Ну что же Неплохо раскантри У Блая здесь Прям я даже не ожидал Что так четко А, блин, как печально Что тайминг не до третьей хаты Если бы до того Как хата упала бы Так у Блая все хорошо бы сейчас было Он просто рабов бы туда заказал И уже перемасил Гумиху А в итоге-то Так, и здесь туреток Между прочим, нет Блая нужно срочно врываться сюда Смотрите, нечем Гумиху контрить Просто Блая Циклона подрезает Блай Моментально Туреток нет ни одной Неужели ГГ? ГГ 50 Гумиху Сразу как Блай вообще четко На, сюда иди Красавица СНГшная просто мутка Залетела Нидус, конечно, не зашел Это вам не Это вам не евро Бич Нидус Это СНГшная мутка ГГ 50 Гумиху Блая Прямо с Украины Из Жутомира Прилетела Гумиху Точнее скажу для тех Кто докопается К терминологии И ко всему такому Вот вам элегантный отлет Ребята Всех я вас очень рад видеть Ребят 17.05 Время Напоминаю, что неплохо было бы поддерживать Меня и мой канал Естественно Всем за это громадное спасибо На диван уже почти собрал Буду собирать 26 26 Это как бы еще Часть Гудгейму Идет денег Пацаны За счет которых Работает царь Должны как-то жить И Миша И налоги платить Надо Поэтому Ориентировочно На 30 Я буду ориентироваться Я примерно Вот Ну в любом случае Это не к спеху Но всем громадное спасибо Сегодня вот Например Ким Чензерк Просто залепил Кстати Куда-то делся он Между прочим Михаил Ким Чензерк Иванов Узбекистан Страна старых Спасибо тебе большое Если Узбекистан Так вообще неожиданно Ну что ребята 1-1 Житомирская му Туда прилетела Просто Кар-кар Надо деньги Забирать Просто Ну а то корейцы Охренели совсем Все Все в Корею Везут Ну что же Если Блайгумиху Выиграет Это будет Конечно Чудеса На виражах Но это шансы Невероятные Выйти повысит Потому что Останется валет Которого ЗВЗ Надо будет Катнуть Так Пулгаз На мэне Пошел Углая Стандартная 17-я хата Сейчас Пулгаз На мэне Гумиху Не играет Масс риперы Ну что ЦС Пошла От Гумиху Видимо Блайе Понравилось Про вот Эта сейчас Мутка Как сработала Гораздо Лучше Чем Нидус Роучим Книду Самодлая Уже Многие Готовы Вот Играет Совершенно По-другому Может Это Проджек Кто Проджек Гумиху Проджек Или Кто Проджек Чет Я не вкурил Сейчас Вообще Про что Так А почему Два Восклицательных Знакового Гудемостью не стоит А Бэтку Тестируем А че Бэтка У меня Ничего не изменилось Значит Я ничего не менял Просто пока Ну ладно В процессе Стрима И не буду Смотреть Это все Дело Тут Игру Нужно Смотреть Прилетает Риппер Гумиху Пострелял Настрелял Дрона Просто Застрелил Совсем Обнаглел Неприятно Конечно Начинать Когда Риппер Дрона Застрелил Но ничего Не поделаешь Тут надо Терпеть И наказывать За это Позже Еще и Блай Зачем-то Бегает Лингов Отдает Вне Крипа Зачем Ты это Делаешь Блай Объясни Мне Пожалуйста Он не хочет Пускать Риппер На мэн Он залетает Все равно И сейчас Он просто Спрыгнет Вниз Блин Бегал бы На Крите Спокойно Сюда Наверх Забежал Вместе С Королевой И Риппер Сюда Не подлетел Уже Так просто Давай Спорить Буду Начинать Я с тобой Спорить Не буду Ты Какой-то Имбовый Вообще С тобой Бесполезно Спорить По-твоему Получается Последнее Время Так Ну Гелик Неприятный Блайо Очень Сейчас Заехал Пожог Тут Блай Неслабо На самом деле Блай Гумиху Очень Блай Пытается Нагнать Еще И опять Какой-то Нидус Пошел Ну Блай Ну Почему Нидус Черт Побери Че Тебе Этот Нидус Сдался Вообще Гумиху Хода Готовности Нидуса Блай Приходит И просто Убивает Сейчас За такую Наглость Блай Берет Лингами Забегался В центре Лингом Слил Теряешь 6 дронов Это Такой Разгром Вообще Блай Ну Что Ты Творишь Нидус Так Проваливаешь Просто Опенинг Слингами Вообще Жестко Королевы Не садятся Еще Пока Сейчас Уже Стрелять По нему Начну Тут Он Уже Готов Почти Здесь Но Блай Успевает Здесь Все-таки Здесь Выводятся Дроны Надо Королев Выпрыгивать Королевами Блай Вообще Ничем Не выпрыгивает А почему Он так Делает Я Чуть Не Понимаю Блай Решил Стук Рива Нидус Заходит Как-то Делает Другому Его Направление На Лоу Граунде Может Здесь Что-то Получится Ну Кстати Танков Нет У Гумих Он У него Стимпак Зато Сейчас Будет Вот Что Печально Гумих Удумал Что Блай Успокоился Нет Блай Не Успокаивается В Таких Ситуациях Это Забейте Ребята Брызает На Второй Базе Все Блай Третью Выбежал Отменит Точно Надо КСМ Сгрызать Молодец Нам И не Появляется Но Здесь Со Стимпаком Мародеры Маленькие Два Либератора Разложены Два Либератора Просто Не Прощают К сожалению Маленькие Пошел Нидусик На Мейн Еще Ну Что Ребята Фаербольщики Пошли Но Слишком Много Гумифа Все Под Стимпаком И Блай Он Потушил Просто Очень Жестко Блай Не Сдается Но Тут Четыре Гиллиона К нему Летит Говорят Сдавайся Делегация Прилетела Отмороженных Ребят А Как Вультуры Первого Старкрафта Как и во втором Гиллиона Они такие Отмороженные Товарищи Во втором Вообще Все Какие Риперы Маньяки Мародеры Жойстики Там Какие Тоже Пожел Гумифу Здесь Блай 8 Дронов Блай Потерял Пытается Отстроить Рабочих И третью Хату Поздно Блай Поздно Вот В процессе Пуша Надо было Как Увидел Что Нидус Не Получается Первый Вот Не стал Выходить Из первого Нидуса Просто Не делать Его Допустим Либо Сделать На вторую Просто И не пытаясь Никуда Залезть Вот сейчас Сразу Дозаказывать Дронов Без Дозаказывать То есть Юнитов Сразу Дозаказывать Дронов Сделать На вторую Нидус С тем Что есть Прогнать Базу И третью Раньше Стать Вот так Блай Мог бы Обогнать И в Роучер Элазер И выйти Например Сейчас Мне кажется Это Крайне Маловероятная Просто Ситуация Но Гумифу На мэне Сидит До сих Что самое Интересное Блай Пытается Еще Извернуться Здесь Как-то Криптумор От Блая Пошли Про Криптумор Тоже Поздновато Как-то Блай Вспомнил Можно Попораньше Было Его Кладить Если Хотя Б Крип Б Б Б У Него Так Вообще Было Круто Гумифу Идет Вперед 53-43 По боевому Лимиту Блая Муворович Пока Нет Камня Еще Не Пробил Гумифу Сам Будет Пробивать Но Блая Не Сможет Его Встретить Да Даже Если Пробил Крип Нет Вот Был бы Здесь Крип Хотя На нижней площадке Можно Было Выйти С королевами И попытаться Прогнать Но Его Нет И В итоге Гумифу Подходит Сюда У него И танк Есть И два Либератора И Смотрите Сколько Марека Мародеров Просто Невероятное Количество Он приходит И просто Блая Стирает Сейчас С лица Земли Вообще На Аклике На Стимпаке Идет Убивает Ну что Королев Неплохо Очень Бреет Сейчас Короче Ребят Все Есть Минус Блай К сожалению Следующая Игра Уже Будет Не Блая Печально Печально Блая Не может Уйти Из группы Никак Уже Теперь Ну хотя Нет Там Друг друга Как-нибудь Повыигрывают Если он Валит А 2-0 Например Пробреет Может Быть Какие Минимальные Шансы Будут Если Например Хотя Нип Может Всех Пробреть И Пробреть Как-то С другой Страны Если Нип Пробреет Гумиху А валит Пробреет Ниба Например И потом Пробреет Гумиху Там Может Вообще У всех Одинаково Быть Так Вот Дам Денег Если Я Справедливо Сейчас Я Честно Скажу Я Так Справедливо Как Сейчас Вообще Не Комментиру Никогда При этом Помню Что Наш Игрок Даже Но Очевидно Что Шансов Нет Танин 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 Продолжение следует... Так, валит, а не наблюдается пока, ребят. Я сейчас быстренько пойду чаёщик от Салиева, а то что-то напился Иван-чая сегодня и вернусь к вам очень скоро. Продолжение следует... 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 Так, куда-то валит пропал... Короче, надо ждать валита, ребята... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что... Все, пришел валит, наконец-то... Все, валит с блаем почему-то будет играть... Почему валит с блаем-то сейчас, я сейчас не понимаю... Блая-то вообще не будет смысла играть... А, блин, наверное, попросил побыстрее отыграть, чтобы... Типа, если все, так все тогда уже... Ну не знаю, ребят, не знаю... Сейчас мы с вами все увидим... Продолжение следует... 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 Опять будет Блая играть. Блая просто СГЛ уже относительно скоро играть. Ну как еще? 8 часов еще не скоро, в принципе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блая валит... А кто краб, а кто рак. Точнее там не рак, там даже вообще жесткие. Забыл как называется в Москве Мацилюхе. Смотрели их прошлым летом на ВДНХ. Ну что, что-то долго очень они черкают, честно говоря. Я вообще не понимаю, почему так долго это все происходит. Почему быстрее это все не сделать вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пошел инвайт, я еще туплю здесь. Опять сижу, смотрю, все, мимо. Ну все, я в игре, и Блая в игре. Вайлет против Блая, ребят, ЗВЗ. Ну посмотрим, у Блая есть шанс Вайлета наказать. В принципе, Блая идет 2-4 сейчас. Если он 2-0 выиграет, то он 4-4 по картам будет. Ну, конечно, 1-2 по матчам, это, ну... Если кто-то 3-0-2-1, то это, бывает, конечно, все вылетает. Если же там друг друга поигрывают каким-то образом, то будет печально. Ну, типа, да, Амар там... Атлантический какой-то там, европейский, американский там, там, разный, европейский побольше там был, по-моему. Вот. Ну, что-то сел, кого-то сам играть, приготовился. Слава богу, мне не надо сейчас играть пока. Особенно на The Sun Station я не хочу играть. Ну что, поехали. Блая против Вайлета. Так, потом отвечу, перезвоню. Пока смотрим, ребята. Так, почему Левчик? Блая и Теранвик не поедут в Корею. В Корею им пока рано. А вот просто на батл найти команду можно будет создать, да, Каева? Всякое бывает. Как говорится, Блая пул первый. Здесь тоже пул первый. Ну, Блая пул пораньше, чем у Вайлета. Валет, пусть больше дронов стоит. Почему у него поздний пул-то какой-то прям? И почему Блая ничего не строит? А, Блая линга Королева сейчас. Ну что, с шестью лингами попытается отменить, но Билл так себе, на самом деле, получаем. Ну, ХЗ, может быть, если восемь лингов будет и получится отменить Блая что-то там. Я не знаю. Блог, упевший, ты опять тут плудишь. Придется тебя выпилить, если будешь... Всякую хрень нести. Так. Шесть лингов забегают. Ну, Блая не может отменить хату, это очевидно, да? Как бы, дронов выводит, валит. Блая нужно сваливать и сейчас... СВАИЛИВАТЬ! Дронов вот вперед вылезает. Зачем дроны-то вперед вылезали, не понял я вообще. Овер здесь пролетал или что-то пробегало. Овер, да, он улетел. Блая овером своим. Прям 10 лингов еще Блай строит. Линги без мува. Что за стиль такой у Блая просто отпадный сейчас начинается. Нужно ли ему грызть дронов сейчас, когда 10 лингов строит? Думаю, что не стоит. Пусть порегенится все лучше. Побегает, конечно. Линги регенят хп, это крайне важно. И Блай переводит всех дронов вообще сейчас на золото. Лингов подстраивают новых еще. Что он не идет-то там, у него мува нет все равно. Что он ждет, я понять не могу. Вайлета, Роуч Ворон. Роуч Ворон ждать Блая вообще нельзя вайлетовски сейчас. Королева спускается вниз. Линги все новое и новое подстраиваются. Овера начинает прогонять королевой Блая. Но он уйдет. Здесь неровности рельефа присутствуют очень серьезные. У Блая мув пошел. Но мув очень-очень поздний. Смотрите-ка, принимает Блая битву королеву лингами сейчас. Шесть Роучи делает валет. Блая, если мастит лингов, то только не врываться ими. Вот он с королевами идет вперед сейчас. Валет принимает в узком проходе бой. Не давая лингам Блая здесь нормально грызть. Но Блай перегрызает, заходит дальше. Роучи только выходит. Принимает бой Блай сзади королевы Роучи. У валета он лингами уходит за этих юнитов. И от изи отбивается. Здесь это 1-0 валет. Блай проваливает первую игру. Что за линги без мува? Это просто дебилизм какой-то. Ну, какие линги без мува? Надо раньше тогда было врываться. Не ждать вот этих лингов, которые сверху были. Надо с первым же приплодом сюда идти было просто грызть. Не респектовый диван. Респектовый и говорящий диван. Надо тогда. Короче, минус 2, ребята. 1-0 валет. Ну, ждем вторую игру. И все разговаривать-то еще. У Блайя готов мув. И валет приходит. Не мучает. Ну, лингов мало. Их явно не хватит. Лимитом в два раза больше у валета, чтобы отбиться. Байк, конечно же, дегрем. Ну, что, ждем продолжения. Что тут говорить-то? Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ребят, погнали. Почему не экспертный диван? Потому что экспертный диван у вас, а у меня все четко. В Старкрафте здесь. Так, и термала, не знаю, будет ли кто-нибудь комметить. А, ВЦАР, он уже идет, давненько идет. В Блаевской группу еще не скоро будет. Я, может, даже сегодня отдохну, не буду стримить, хотя по обстоятельствам, честно говоря, посмотрю. Что и как делать, ребята. Ну, на дрем-хаке выступил, а сейчас что-то не ахти. Все прям как хорошо. Мув заказывает сейчас, через мув хату будет бласть ставить. Здесь то же самое абсолютно делает валет. Ну что, валетик спускается на low ground, хата пошла. Ну, на дрем-хат. Ну, бежит валет к Блайу. Блай пока что сидит дома, то есть он просто лингов не демонстрирует. Но мув будет одновременно практически готов, и боевой лимит абсолютно одинаковый. Поэтому, скорее всего-то, не получится валет у здесь Блая подгрызть. Но, посмотрите, Блай сжимает часть лингов валет, просто на рампе повезло ему. То есть он здесь плюс подрался, но здесь-то прирост, как бы, ну, еще попробуй сгрызи. Хотя лингов у Блая реально больше на данный момент. 20 на 12, как бы, тем более валет забегает к Блаю, пытается, а Блай к валету. Вот это, мне кажется, для Вайлета решение совершенно неверное. Хотя Блай переходит в дронов вместо того, чтобы лингов продолжать строить. А валет-то лингов добавляет сейчас, между прочим. Блай заходит на ХГ. Королева под ударом, часть лингов принимает тоже там. Ну, тут вторая королева идеальный тайминг, просто, знаете, какой прирост у Вайлета. А здесь он ставит точку 2-0 просто с ГГВП. У Блая нет рабочих, у Блая нет лингов, называется. И нету королевы на мэне, просто валет, забегает, королева принимает, с дронами бой принимает. 6 дронов уже Блая минус нул, и это не предел еще. Еще и королева упадет здесь обязательно, и на центре тут еще Блай. А нет, тут Блай лингами назад бежит. Ну, посмотрите на лимитах, на лимитами все печально. Хотя, парабам, парабам, кстати, ровно осталось более-менее. То есть для Блая еще более-менее как-то. Делаешь ремонт под стрим. Вообще красавец. Блай все равно масит лингов, посмотрите. Он просто собирается врываться, но валит, тоже масит лингов сейчас. Блай побежал вперед, а валит к Блая. То есть Блай просто к сил ногу не проверяет. Ну, что за ошибки-то нелепые вообще? Валит уже у Блая на второй, а Блай там только бежит на центре. Ну, это провал, называю я обычно в такие ситуации. Еще и за лингами за двумя гоняемся. Королева на рампе стоит, то есть Блай не готов к обороне, а Валит готов. Так, прибегает Блай к Валиту. Валит здесь еле-еле, но отбивается. Пытается Блай рабов подгрызть. Шесть дронов у Валита остается, но линге слишком дэмэджен. И в итоге шесть на три по рабам, смотрите. Конечно же, шесть дронов выигрывают в этой ситуации по-любому. Блай пытается забежать к Валиту. Нужно срочно это делать. У него нет королевы. А у Валита, а у Блай, между прочим, есть здесь королева. Но она полудохлая вообще. У нее 27 хп. Это такой фейл. Сейчас будет решать вообще. Я даже не знаю, что сейчас будет решать. Ну, Валит, если будет тупить, он потеряет всех дронов. Блай успеет лингов отстроить здесь как можно больше. Все, с дронами надо бой принимать. С дронами надо бой принимать. Блай, он с дронами принимает. Пытается вернуться. Один дрон у него остается. И заказывает Блай еще лингов. Несколько штучек, посмотрите. В итоге у Блая... Так, у Валита 8 лингов, а у Блая сколько? 5. Это провал для Блая, ребята. Блай все равно умудрился отдаться. Ну, как же так? Как же так? Блай еще и лингов не отводит. Ну, что за ошибки-то? Ну, мертвая вообще игра. Ну, так упустить здесь, блин. Как здесь Блай вообще так вот? Ну, я не знаю. Ну, тут, конечно, надо было здесь вот идеально сконтролить. У королевы энергии, вы видели, сколько там? Не так уж много. ХП-27, всего несколько лингов и несколько дронов. Сразу, я считаю, что дронов в первом же... Как только подорвался Валит, Блай всеми юнитами надо максимально долго было защищать королеву. Но в итоге Блай пытается идти в размен, но у него лингов-то меньше, чем у Валита, смотрите. То есть Валит его сгрызет быстрее, тупо. Ну, это же глупо. 10 на 6. Ну, это глупо, Блай. Да все, уже ГГ пора писать. Ну, не, ну, может сейчас Валит не будет контролить его брудлинг и сгрызут? Я не знаю. Ну, это же фантастика какая-то. Ну, вот, Блай еще хату только сгрызает. Валит ему уже мейн нагрызает, как вы видите. Не, ну, я не понимаю, Блай, ну, как бы, ну... Это смешно же, на что он рассчитывает? Ну, блин. Что, он считать не умеет, что ли? Дронов у него нет, ничего нет. Блай не догрызает те здания, из которых брудлинги выпрыгнут. Ну, он сейчас сгрызет газ, ГГ, Блай пишет. Ну, кстати, был шанс у Блая. В конце реально шанс был, просто удивительно. Но не воспользовался он им, к сожалению. Ну, что, ждем следующего. Кто там у нас, я не знаю, следующий будет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по идее, не Бумиху, не Валит. Бумиху Валит. Должны следующие быть игры, но они и будут, как бы, дальше идти. Но почему-то не видно никого здесь на канале. Ждем, считай, появления игроков. Субтитры сделал DimaTorzok А, корейский сервер, точно. Я что-то сегодня торможу, LifeHank же писал. Продолжение на Корее. Ну, что ж, ждем продолжение, ребята. Не так уж много осталось. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Нужно было Блаю никнейм, говорится, ухатус гризис брудлингами отбиться. Это просто гениальное решение, короче. Это просто гениальное решение. К тебе бегут линги оппонента, а ты сам себя грызешь. Он прибегает такой, ты что делаешь, братишка, давай я тебе помогу. А ты хоп, такое здание сгрызаешь и сбрудлингами вместе с лингами перегрызаешь. Вот это выстрел просто. Вот это скил. Сейчас я подойду, ребят. Надо перекусить, что-то придумать мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поставил макарошки погреться И ждем продолжения Как и отдать денег Но мы еще с тобой зарубимся По-любому Мне кажется, там в ноль вообще все почему-то ушло В прошлый раз Хотя я не уверен ДимаTorzok ДимаTorzok Что там за орта на улице стоит? ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, валит в группу, уступает Ну ждем, что-то очень долго все происходит ДимаTorzok ДимаTorzok Так, я вообще не знаю речь про буквы, про что идёт вообще. Так, что-то там они пытаются черкать. Сейчас позовут в игру, когда, ребят, я вам поставлю ФП-щечку обязательно. Вот, и вы посмотрите немножко ФП, пока я положу макарешек. Так, покушаю и продолжим мы стрим, а то что-то мне уже хочется пообедать, потому что я только завтракал. Продолжение следует... Так, ну что, Ниб Гумихо, ребят, ну тут уже матч получается, ну не за первое место, но если Ниб проигрывает Гумихо, то Гумихо, естественно, который уведёт, который убил Лайя, ему остается с Нибом и с Валетом. Ну, кстати, да, но там дальше потом тоже будет от Валета зависеть, да, получается. Собираю это черкать, сейчас я на секунду отскочу. Собираю это черкать. Так, ну что, я здесь, ребят, макарона там помешал. Сейчас очень скоро будет готово. Сейчас не перезвонить, надо будет секунду, ребят. Сейчас... Сейчас... Так, все, я здесь, ребят. Все, поехали, ребят. Сейчас макарики заберу, перекушу, пока будет ФП. Если надо что-то подкометить буду, то подкометить. Гумихунип у нас начинается. Сейчас, ребят, я очень-очень быстро. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прокси пилон сейчас. Всё почему? Нип факту что ли видел? Нет, Нип ничего. Пока не видел ничего. И гумиху находит в лёгкую. Сейчас барак нибовский. Контрит, короче, этот блинг пуш. Приятное начало, как я бы сказал. Для Ниба. Пилон убивает гумиху и уходит. Будет Ниб барак отменять, интересно. Или не будет даже его отменять. Танк пошёл. Отменил барак. Правильно сделал. Зачем он там нужен? Так, две миночки здесь летают от гумиху. Ниб выпиливает их сейчас. А вот это было ошибкой. Иногда, ребята, нужно слить медивак. А иногда можно и минку фокуснуть сначала. Ну, кстати, только чуть-чуть у Ниба рабочие покатались. В принципе, он минку эту сможет выбить сейчас нормально. Я думаю, быстренько её сейчас испарить просто. Да, выбивает Ниб миночку гумиху. И третий Никсу ставит пока без фаржи. Он, правда, играет. Но он по рабочим уже в небольшом плюсе. Ну, здесь третья ЦЦ-шечка, тем не менее, есть. Ниб вперёд бежит. Сейчас Марикас Ксилнаги выгонит. Я надеюсь, Ниб-то хоть понимает, что Ксилнаги надо проверять. Проверяет, минусует Марикас. И призма сейчас будет готова. У Ниба, кстати, фаржа добавляется. В это время либератор на вторую залетает. Очень неприятный расклад. Ниб терпит здесь неслабо. На мэйне только главное не давать ему... Ой, опять, короче, либератор влетел с интернета. Три в рейндж попадают. Одна с интернета минус. Это очень неприятный момент. Здесь Ниб ничего сделать не сможет. Это очевидно абсолютно. Ещё плюс два сталкера подваркал. Либератора выбил. Третий Ниб тут готов. То есть парабам Ниб плюс ещё выйдет. Спокойно. Аксервера теряет. Неприятно. Но кто ожидал увидеть здесь туретку? Никто не ожидал. Ну, Гумиху, кстати, по периметру. Вот ещё одна туретка пошла и здесь ещё поставить. Так и вообще не залететь не могу. Так, пробивать Ниб депошечку хочется. Только не только депошечку. Гумиху решил Мариков несколько штучек отдать сейчас. Зачем ему это надо было, я не знаю. Ну вот продемиджился один очень сталкер жёсткий. И два ещё жёлтеньких, конечно. Ну, вроде как ничего особо Ниб не насерял здесь. Плюс гиды добавлять. 59-51 парабам. На третий Никсус часть перевёл. Сейчас он идеально раскачает третью базу сначала Ниб. Ну, а потом и по газу... Опа! Лиота Гумиху убил. Вот живодёр поганый, а. Хе-хе-хе. Не надо Лиотов убивать. Ладно, там автоматоном можно касту. Ходит Ниб, получает дэмэдж, но ушёл большей частью сталкеров, в принципе. Поэтому нормально. Я так понял, в первой игре дропнуло там кого-то из игроков, поэтому... Новая началась. 110-101 по лимиту. У Ниба одна форжа, добавляется вторая рядом на мэне. И ты, он открывает. Сейчас их будет 6 штучек. Пробивает камни в это время. Ну, и пилончики ставит так, чтобы... В общем-то, его не просто было... Как-то удивить группами какими-то или чем-то таким. Есть Гумиху на стиме по центру. О, Ниб одного марика отдал. Ну, то... Простите, сталкер отдал, но только одного. Ну, пару мариков там тройку подрезал. Подварпал ещё сталкеров. Есть пара сентре и иммортал. Здесь у него один в миксе. Ну, и что-то Ниб тут мудра. Вот Ниб видит, что Гумиху не идёт вперёд. Сталкер подходит к силнаге. Подрезает марика и уходит. Уходит Ниб и Морклу надо увести. Просто, что он здесь делает? Вообще, он очень медленный юнит. Не надо его подставлять. У Гумиху 2-2, у Ниба 2-1. Но Ниб адептами залетает с этих третий ЦЦ. И с плюс-1 он КСМ уже с двух ударов будет стебать. Поэтому у него всё здесь в порядке, я вам скажу. Тут в клане Хараса очень слабо. Здесь дэмиджи Гумиху сразу получают. 9 КСМ просто как не бывало. В это время до варп на мейн от Ниба идёт. 14 КСМ как не бывало. И ещё и адепты на вторую проходят. Здесь Ниб Гумиху с мины убивает и врывается на мейн. Адепт есть на второй базе. На мейне начинает шатать. В это время Гумиху идёт вперёд. Пытается Ниба убить. Но Ниб очень чётко здесь контролит. Очень внимателен. 37 рабочих. Адепт один просто вторую базу всю зашатал. Смотрите, он здесь дэмиджи наносит больше. Да куда ты его? Зачем ты уходишь-то отсюда? Тормоз-то, ёма. Он убивал всё вообще. Зачем ушёл? Взял и увёл, блин, адепта сейчас, который просто игру выигрывал. Нибор. Но он здесь отбивается дома. 130, 180, 114 по лимиту. Просто великолепен в обороне. В атаке сделал тоже практически максимум, что мог. Но адепта здесь надо было оставить, во-первых. И вот этими выйти из либераторов. Всё. Я думаю, это ГГ уже было бы. Со звуком всё в порядке. Так, второй армор пошёл. Вторая атака почему-то не бустится. Что за бред-то? Нужно... Вот, буст. Короче, так. Твайлайт бесполезно бустится, робот только полезно бустится. Нужно бустить. Вот, один буст вообще в никуда. Нашлось много у Ниба ошибок сейчас. Но пока они, собственно, не смертельные. Надо заказывать грейд. Он пока, в общем, не заказывает. 3-2 надо делать Нибу срочно. Иначе, как бы он по грейдам будет проседать. Это факт просто. Умеху пытается вперёд идти. Ниба это видит прекрасно. Третья атака заказана. Но не бустит. Ну что за бред-то, блин? Бусты просто. Два буста в никуда ставит вообще. На этой стадии только грейды бустите. Всегда только. Грейды и роботиксы, вот если какие-то юниты ценные строятся, другому ничего не надо. Не бустит на таких стадиях. Так, адепты шатают. Работа очень джойстка. Так, хорошие залпы дестабилизаторами от него. Пользователь Николая Калястевировал премиум на ваш канал. 178, 139. Посмотрите, сколько у него дестабилизаторов. Залп пошел. Гумихо не смог фокуснуть. Какой фейл сейчас был от Гумихо жесткий. Еще раз дестабилизатором не стреляет. Но никуда не попадает вообще. Еще один залп пошел. Под блин агрессивный. 163,90. Ниб великолепно играет. Спасибо Николай Коля. Спасибо всем за премиум и за поддержку. Вы смотрите. Очень крутой Старкрафт. Приятно, что кто-то из некорейцев может показывать такую игру, как Ниб. Ну, еще есть Ютерман, который неплохо отыграет. Есть все-таки пока европейцы, которые на высочайшем уровне играют. И тут печаль-беда. Гумихо пишет, ГГ не подстреливается. Заранее просто отстреливается. Просто царь вообще, я вам скажу. После тем более неудавшегося так обломанного блинк-пуша, Ниб великолепно среагировал. Перешел в макро и просто убил Гумихо сейчас. Гумихо даже не понял, как это произошло. Так, заходим в игру. Я почему-то не в группе. Так, заходим в игру. Так, заходим в игру. Так, заходим в игру. Знал бы, как он его ник Змучит на русском Ну да, у него не блед тут ник Понятно, сразу матная ассоциация Но мне уже приелось На самом деле Шутки за 300 уже не качат Ниба такой уровень великолепный Что его грех критиковать Конечно, сейчас Так, ну что, ребята, начались там стримы Всякие разные Но Старкрафт будет очень-очень жесткий Поэтому всех сюда зовите обязательно Здесь у нас все очень-очень-очень круто Сегодня Ну, гейт, гас, нексус, кибернет У Ниба, как вы видите Пошла кибернет Здесь ее ставят Хотя на стенки здесь не сделают С этим краем Что-то кого-то кто-то лагает Кто это лагает, ребята, я не знаю Кто-то подлагал На Корее иногда раскакивает Бывает Почему-то зачастую дропает Меня, но, блин, лагает У всех вообще адово Бывало такое Так, минус пробочка Ну что, репер 2 пробки минус ну Что считаю в такой ситуации Крайне неприятным фактом Когда ты играешь не Нексус 1 Но тут репер просто таким образом был Что, ну, не смог он прикрыть Соответственно Сейчас второй репер выйдет Не подпускает этого Пытается Так, здесь пытается перехватить Иллюзика там назад уже ушла Ну, бумеху сейчас 3 пробку убьет Ну, четвертую ни в коем случае Нельзя давать ему покуснуть Ну, четвертую он убил Но все-таки репера теряет Ну, еще 2 пробки Что за за бред-то такой И Нипл от веточку строит Смотрите Плюс 2 гейта 3 гейта Старгейт, в общем-то Бил такой Видел прекрасную гумию Ходит Старгейт Адепт вперед не идет Вот это Вот такой стиль Небось в мясо Контрится вот этим Циклонами, например Этим Этого ММА Хотя, хотя Если после Оракула строить Фениксов То, может быть И не контрится даже То есть, может быть И можно и пободаться Тогда Оракул летит вперед Ну, а здесь 7 мариков Ну, что же Нипл очень неплохо Здесь встречают В это время Оракул Прилетает Нам и здесь 2 минки И марик стоит Хитро Минка там закопана А что Нип прилетел И улетел Я что-то понять не могу А, он боится Каких-то движок Сейчас, судя по всему Но Нип прывается На вторую базу Кстати Замечает Где минка закопана Красавчик Но Здесь циклон Здесь Ну, вы видите Молодец Нип Что Ставит Ревелэйшн На циклона На Либератора Мариками Пытался Гумиху Принять Принять Не смог Адепты Новенькие Добавляются У Нипа Плюс Форжа Твайлайт Пошли Здание Очень-очень важное Будет Это блинк Первый Или что-то Я не знаю Пилоны Так, не пилоны Ну, хорошо Юниты Расставлены Что Не ворваться Гумиху Ну, Гумиху Делает Кстати Игря Сейчас Врыв Интересный Ну, Нипу Нужны Фениксы Обязательно Без фениксов То вообще Здесь Ему не отбиться Будет Кстати Вот Две Синтри Адеп Добавляются Нип прекрасно Видят Откуда Идет Гумиху Сейчас Гумиху Подсвечивает Либератором Просто Вот этот выход Надо Фокусить Либераторы Этого Чёртова Филды Пошли Либератор Отфокусил Нип Заходит Гумич Хоч Наверх И Минусует Всё Посмотрите Две минки Как жахнули Эти минки На третьей базе Какие Ревелэйшны Чёрт поберись А Минки Нужно Выбивать Нет Ревелэйшн Тогда Нип Он Справ Блин Ну Сейчас Гумиху Посидит Поатакует Пилон И просто Отступит По итогу Нип Ставит Плюс Три Эта Блин Нип Терпит Здесь Очень Жёстко Он Терпит Я вам Скажу Адептам Скорость Таких Вот Минус Конечно Через Таргейт Играть Таким Стилем Как Сейчас Нип Пытался Действовать Прилетает Феникс И Гумиху Отгоняет От танка Нипа Юнитов Сейчас Минки Не выбить Адептами У них 5 РНЖ А не 6 Только Сталкеры Могут Выбить Сейчас Мама Пришла Бывайте Так Всё Я здесь Ребята Пошу Включение Так Потерял Третий Нексус Нип Ну Пока Что Ребят На Двух Живет В общем Пытается Адептам Сделать Атаку Атака Почему-то Правда У него Нибуси Сугумиху Пытается Ниба Взять В осаду Фесту Реточками С танками Атака Через 9 секунд Готова Нип Не лезь Не лезь Без атаки Только Я тебе прошу Ниб Не будет Лезть Без атаки Конечно Не будет Он лезть Туда Нужен еще До варп Обязательно Фениксов Нужно Добавить Так Еще Адепт Пошли Да Здесь Даже Кстати Если Атака Доделается Я не знаю Сможет Ленип Подраться Нужно Сейчас Врываться Вот С этого До варп Потому что Симпак Иначе Доделается Я не знаю Понимает Ленип Что нужно Врываться До готовности Сима От бункера Пошли Да Прям Перед Бункерами Ворваться Ниб Официальная Атака Со стороны Ниб Просто Красавчик Я вам Честно Отвечаю Ребята Ниб Царь Просто Сейчас Он Сделал Сверх Четко Реально Приятно Посмотреть Как Сделал Ниб Сейчас И еще Ими Носует Танки Ниб Адептами Нужно Врываться ГГ Пишет Гумихой Вообще Он Не отпускает Просто Разгром Вообще Просто Царь Ниб Вообще Как Он Все Сделал Гумиху Валит И Гумиху Ниб Постается У нас Игра И Гумиху Валит Гумиху Валит И Ниб Валит Прошу прощения Я что-то Заговариваюсь Уже Кресло Самурай Называется Не знаю У меня Что Вирусное Какое-то Распространение Получилось Что Вообще Все Про кресло Спрашивают Просто Много Людей Распространение 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 Так Про кресло Уже Сказал Ждем Продолжение Битвы Опаснейшее Кстати Мне тут Звонили Писали Короче Надо мне Ответить Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 Так, кунтер Нидус отвалит. Но здесь хелбаты принимают, посмотрите, вместе с КСМ-ами всё. А в это время в атаке хелбаты с медиваком с одним заходят. Несколько, конечно, хелбатов были уничтожены, но два прорвалось просто в минеральную линию. Надэмоджили жёстко, ещё и улетел Гуми Хуиме. 36-45 в итоге парабам, да Роучи валит на масел, но они-то без мува Роучи. Но Нидус, тем не менее, есть, смотрите-ка, он пошёл на вторую базу. У Гуми Ху нет танков, и это, кстати говоря, полный провал, я вам скажу, Гуми Ху. Нидус-то удаётся здесь, и валит может вообще вшатать его сейчас. То есть, если валит выиграет ещё, и потом выиграет Гуми Ху и выиграет Ниба, он ещё и первое может занять место на изи, чем он из Глая 2-0 указал. Ну, это 1-0 валит, что я могу сказать. Ну, ему надо выигрывать. Хотя бы одного, либо Гуми Ху, либо Ниба. Буми Ху. Короче, всё равно Гуми Ху сидел-сидел, посмотрите. И в итоге смог отбиться викинги. Викинги, хилбаты, танки. Прикольный такой стиль. Посмотрите, чисто мех, но мех мобильный, который в каждой клеточке своей базы дерётся с лингами. Совсем красиво. Это было прикольно. Мне понравилось вообще, ребят. Ждём. Далее. Игры. Игры. Так, заходим во вторую игру. Как же Гуми Хуа двился здесь в K7. Просто чудо какое-то. Хилбаты с плэшем просто дико подрешали, ребят. Как дать раны беспомощны. Прохладно, прохладно. Ну что, ребята. Это один Гуми Хуа 0 против Валета. И даже полукорейско-европейский бичнидус не зашёл. Как и не зашёл от вла, чисто евро. Заходите. Заходите. Прохладно. Дляусловно. Нету, Влая уже шансов нету, ребята. Потому что Влай проиграл всем трем игрокам, а два игрока, ну не могут все проиграть всем, то есть кто-то выиграет. У всех бы 1-2 теоретически может быть у всех, или 2-1 может теоретически быть у всех, как бы, да? Либо кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, то есть Влай уже все. Так, здесь у нас реактор у Гуми Хуфакта, у Валета 4 линга строится, 2 королевы, стандартная 17-я хата. Королевы, дроны приезжают, начинают добывать. Гуми Хуфакта Гуми Хуфакта Ну тут камни Гуми Хуфакта поломал, строит Геликов, строит Старпорт, по одному Марику продолжает строить. Заметь и ловера сбить не успел, понимают, что даже четырьмя Мариками ДПС здесь не хватит. Ну и два Гелика поехали сейчас, скажу. Ну и тут неприятное такое, я бы сказал, забегание со стороны Валета идет. Геликами нужно уходить домой. Только-только Марики появляются сейчас. Гелика Гумиху забирает, отходит к рампе ХСМ. Ну тут надо разгрузить всех просто, и всего достаточно будет. Только Гелиончика обязательно надо вычинить, что Гумиху и делает сейчас. И полетели Марики вперед сразу же уже. Оверы висят, можно их спокойно сбивать, они без мува вообще ничего не сделают, соответственно. Ну на это есть другой парнишка, это Викинг, который, кстати, летит идеально двух оверов, собирается принять Гумиху им. Ну можно сейчас Викингам вот этого забрать, а Мариками другого, например, овера. Вот, видит наконец-таки овера у нас Гумиху. Выезжает Геликами, здесь у нас Марики бегают. Викинг добивает спокойно, все очень четко, спокойно у Гумиху. Просто подрезает нужных оверов, подрезает все. Здесь Лингов переконтролил Мариками в легкую. Еще один овер, посмотрите, висит, его можно просто взять и сбить три овера подряд. Это уже перебор для же, даже если как в лайте строишь по запасу дофига оверов. В итоге приходится именно так и действовать. Валят, вот, прибегает еще вперед Гелике. Это будут хелбаты, плюс три штуки, пять есть, и три еще восемь, шесть Мариков. При этом есть Медивак и Викинг, но сканя Гумиху замечает, что что-то много здесь роучей у валята, да? Но он спускается все равно вниз, валит, зачем-то летит на ХГ, получает с флешем большой очень дэмэдж. Ему надо на крипе биться, я не знаю, зачем он бой принимает здесь вот так вот. Хотя Гумиху тоже на четыре королевы с перебором ловится. Почти фокуснул Вайлет, между прочим, Медивак, но Гумиху продолжает биться. Второй уже прилетает, нужно контролить, нужно лечить. Медивак фокусит Вайлет моментально сейчас. Но Гумиху сражается, надо Викинга поднять, Викинга поднимет. Тормозочек, блин, ну затормозил здесь Гумиху немножко. Но требовать идеального исполнения здесь, конечно, тяжело. Нужно было сразу у Викинга взлетать, потом Мариков загружать, его просто в спину натыкали. Так бы Марики немножечко тонканули бы и смог бы Гумиху спокойно улететь. В итоге Вайлет отбился, посмотрите, по лимиту на 20+, это боевой лимит, между прочим. Это 11 роучей, 14 лингов, все они идут вперед, бункера нет у Гумиху, это больно будет, Гумиху сейчас называется. Бункер просто Вайлет сейчас фокусит, ребята. Даже чинить его не получится особо. Заходят линги, конечно, заходят Роучи, Вайлет накидывается на Гумиху, сейчас очень жестко. КСМ-ками Гумиху затанковал, но надо Мариков фокусить, ребята. Начинает, наконец-то, Вайлет фокусить именно Мариков. Марики падают, вот теперь КСМ-ки будут практически бесполезны. Ревозеров подморфуют, 78-46, по лимиту не в пользу. Гумиху сейчас прилетают Гелионы на вторую базу. Какими дронами Хелбатов отбивать собирается Вайлет, но потом передумал вовремя. И не контролит в атаке, посмотрите, надо было на рампу зайти. В итоге Гумиху с танками просто говорит, изи оборона, дурачок. Куда же ты там атакуешь-то здание-то? Тебе же на ХГ надо было заходить. Здесь контр-урыв, конечно, критического никакого дэмэджа не нанес, но у Гумиху это 30С. И пободаться можно было, мне кажется, но он решил, что нет, нельзя пободаться. Хотя ситуация, честно говоря, печальная была у него, но если бы сразу 30С было с мулами и орбиталку, еще не надо морфить было, может быть, Гумиху побился. В итоге 1-1, ребята. В итоге 1-1, ребята. 1-1, ребята. Игра у нас... Всё, сразу игра начинается, чуть я припоздал, как обычно. Всё, сразу игра начинается, чуть я припоздал. Игра начинается. Игра начинается. Игра начинается. Игра начинается. Ну что, ребята Валет Гумиху 1-1, решающая катка Третья И дальше будем смотреть Нива против Валета Решающая ПВЗ И еще у Валета будут шансы Даже если он сольет Гумиху выйти Если он выиграет Нива Ну, Нив 2-0 Гумиху минуснул Между прочим Ну, 2-1 с Блайм сыграл 17-я хата Газпул Здесь стандартный билл Достаточно-таки был Газпул Ну что, ребяточки, что-то я приунул. Жарко прям сегодня, как-то смотрю. Я даже, наверное, приду вот этот турнир достримлю, сегодня отдохну, возможно, причем погодка великолепная. Последние деньги к группе и август, собственно, и билет мне в Москву надо купить, ребята, еще гонять сегодня в билет. Так что вот так вот. ВЦА стримит там из студии Нала на Аргентум. Я думаю, что завтра я ВЦА перестримлю с каких-нибудь буржуев, потому что завтра КАС играет Блай и Стрэндж. Нет, сегодня Блай, завтра КАС. Димага и Стрэндж, по-моему, завтра играют. Да, дропаются. Да, Димага, КАС, Блай и Стрэндж здесь есть. КСМ готов. Ну что, ну врыв отвалит, а так он подгрызает три КСМки в данный момент. Два линга всего остается, надо спустить Сугумиху. КСМов зачем-то он еще одну отдает, правда. Это вот четвертая абсолютно лишняя была, но плюс одна КСМка, это не критично. Гумиху делает стим, и Вайлету нужно быть готовым к стиму. Но у него королевы строятся, в принципе, и линги строятся. Так, секундочку, мне просто надо сказать. А, все понятно. Мама с Чарликом гулять ушла. Я просто хочу сказать, что Чарлик прогуляться хочет, скорее всего. Ну что, здесь у нас Минка строится. Мариков уже сколько? 14 штук здесь, да? Еще два выходят. Чего одного-то не взял? Ё-моё, можно было еще место одно было. Не взял Марика, но дома он остался. Что за выставка Айвазовского? Помимо пубинки у нас... Ой-ой-ой, ребята, 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 минус Медилаг. Так как мы в Лоденцовском районе, в Лоденцово, там вроде как будем жить. На пару дней хатку снимем, короче. Мы пойдем, наверное, в музей Великой Отечественной Церкви. В какой-нибудь день, там, может быть, 1-8-го, может, еще в какой-нибудь сходим. Ну, что он по тому направлению находится, как бы, у него попроще, чтобы не ездить через весь город. Не напрягаться сильно. Вот. Я там не был ни разу. Короче, ребят, 52... 56-42 по лимиту у нас ситуация. Ну, что, ребятки, 82-99 по лимиту. Разгружается танк. И в Умиху идет Валета прессовать. А у Валета, между прочим, 2-2 в продакшне. А у Валета, между прочим, ребятки 68 дронов. И в Умиху как-то тут в этой игре начинает проседать жестко. Иди, короче говоря, оборона сейчас была от Валета. Очень похоже на то, что Валет каким-то чудом 2-1 втаскивает Гумиху. То есть, теоретически, если он сыграет с Нимом хоть одну карту возьмет, он, наверное, и выходит тогда, по ходу дела. Так, да, пытанчики делают сейчас. Гумиху пытается загрузиться. Линги грызут просто жестко. Догрызает, валит, все. ГГ пишет Гумиху. Вообще удивительно, как все произошло здесь. Но ничего не поделаешь. Как произошло, так и произошло. Ничего здесь такого нету странного. Молодец, Валет. ГГБ. 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 Продолжение следует... Ну что, ребят, НИП против Валета. Очень крутое ПВЗ будет с участием НИБО. Наверное, его игры уже многим и многим полюбились на самом деле. Зрителям, тем, кто Старкрафт любит. Ну и что-то Гумиху неожиданно. Как бы все думали, что это изи группа для Гумиху, а Гумиху тут так шатает, что он еще и не выйти может просто из нее. Гумиху 2.4 на данный момент идет просто. Хотя нет, почему 2.4? 3.4 Гумиху идет. 3.3 точнее. А нет. 2.3. 3.4. 3.5 Гумиху сейчас идет. Вот как он идет на данный момент. А Валет как идет у нас. Валет 2.0. Блай. Валет 2.1. Гумиху Валет 4.1 на данный момент. Как и НИП 4.1. То есть решит в Гадисе. То есть Валет, если НИП 0.2 проиграет, он 4.3 получается будет идти что ли. Ну да. Гумиху уже точно не вышло, ребятки. Валет против НИПа. Сейчас матч за первое место будет. Вот оно как получается. Вот оно как получается. Ну да. То есть. Ам, cupcake. Вот это все. Вот он. НИП? Гадисчико ngитий. НИП. Хак. Н rév Tong. Валет 4.3 НИП м Waltz. НИП. Молflower. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Успею вернуться, может быть вернусь, но я сомневаюсь, что я успею там куда-либо вернуться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть была у меня где-то закладка... Продолжение следует... Нет, что-то не так... А вот... А вот... Нашелся... Так... Там сверху есть ссылки... А есть еще и в комментах... Там как бы выкладывают отдельно... Там более новое может быть... Дроны переводятся... Небо на золото сейчас... У... У... Простите... У... У... Ниба уже добывали к этому моменту недостаточно долго. Пролетает, валит, видит прекрасно золото Ниба. У Ниба Twilight заказан. Здесь плюс два гитая. С одним мазеркуром он вообще занимает. Если тут как Блай Масил Лингов, здесь бы и без грызбу просто, например, валит Ниба. Без фотонов, без всего вообще. Нагло очень-очень действует. Здесь камни еще открыты, естественно, есть. Но тут сейчас будет три гитая уже. Варп очень скоро будет. Как будто два адепта готовы. Причем Ниба предпочитает адептов подмасить. Прежде чем куда-то там ворваться. Какая моя фишка. С блокировкой хаты? Да нет, я просто... Раньше я любил как зергами делать. Приезжаешь, ну, фу, хоть это было шесть рабочих. Там по-другому езжать надо. Приезжаешь, блочишь вторую, потом ему третью еще блочишь. Например, к вам хочется. И многие зерги, которые послабее, они просто фул им сразу шли. Задача была просто отбиться. Главное быть готовым к улынаме до всего. Три гейта у Ниба сейчас, плюс два стар, гейта пошел. Линги валят и протискиваются на мейн. Ну, что ж ты творишь-то, Ниб? Ну, что за ошибки-то такие смешные? Линги начинает грейзть пилон. Мазерпор летит издалека. Нужен уверчаж, срочно уверчаж пошел. Успеют адепты доварпиться? Да, успели доварпиться, но пилон был убит. Но самое главное, что рабочих не пострадать. Здесь Ниб криво, как же он врывается. Валят, его принимают. Вообще на 1-0 походу, честно говоря. Вообще мертвецкая тема. Просто забыл. Ну, это лунтик схема. Реально, забыл про адептов, что они сюда иллюзии летят. Да, у меня так бывает, но все реже и реже происходит такая тема. Я бываю от них туда, куда надо, ворвусь к дергу на мейн, а там меня просто, ну, уже не выйти оттуда. Ну, наубиваю рабочих, но не уйти. Ну, лучше было пойти, например. Здесь же не просто взял и отдался на ровном месте. Право пытается третью нюкс выйти, но валят, это все хорошо. Четвертая хата. Бэйлинг Нест там и т.д. и т.д. И спорки пошли. Они, конечно, из группы уже, скорее всего, выйдут здесь, но еще шанс проиграть есть, на самом деле, у него. Это стопроцентно. Мазер Кором видит овера. Сейчас Феникса прилетает, начинает подрезать. Вот еще один овер здесь висит. Ну, ни по нем не знает. Честно говоря, он не знает о нем, поэтому, если найдет их случайно, скорее всего, он тут его найдет. Так, секунду. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Так, ребят, сейчас мне надо в паузе будет отвлечься, ребят. Ну, потому что она с мамой будет поговорить, прошу прощения. Вот, давайте сейчас игру эту засмотрим. Может, просто я не знаю, сколько она пойдет еще. Гейтыни им добавляет 105-127, пытается Фениксами отхарасить. Конечно же, успешно это делает. Валит не пытается фокусить демедженных там Фениксов. Вот, в итоге, не побивает 5 дронов, не теряя Фениксов. Но они демеджные, многие из них. Они дольше, долго уже не проживут после этого. Второй Коготь уже почти готов Реводжера, Линго Беллинге. Стиль, в общем-то, очень такой жесткий, плотный. Жестенький, от кого очень стиль, на самом деле, со стороны Дзергов. Вот, тяжело против него играть. Надо камни пробивать. Нип уже понимает, что ему не стоит их оставлять. Дзерг может их резко обвалить, например, как-нибудь. Ну да, Глеба никто не отменял себе, а что-то казалось. Мне кажется, что не отменял Глеба почему-то. Так, пробивает гейт. Здесь не выйти, похоже, мимо этого гейта. Вот это уже почти плохо. Хотя гейты на мэйне делаются новые. Но вот не надо никогда здания терять вот в таком плане. Потому что это лишний момент. Так, идут Реводжеры, Линги, Беллинги. Гейдры есть несколько штучек. Здесь не вкривые филды ставят. Беллинги заходят. Филд вообще... Ну, здесь филд отпускал в итоге. С идеальными филдами, с дестабилизаторами. Был шанс у Ниба, да. Но не в таком раскладе. Второй дестабилизатор есть. Залп нужен. Хороший залп по Реводжерам. Как прилетело хорошо. Ну, хватит ли здесь юнитом. Б2, обер-чаржи выстрелены. Фениксы пытаются отбиться. Линги все новые-новые дотекают. Гейдру Ниб вроде как сминает. Здесь, ну, 76-56 парабам. И ситуация для Ниба все печальнее и печальнее. Золото кончается. Да и не отбить его уже здесь. По итогу-то ему. Ну, не надо было так вот по-русски адертов отдавать. И тогда бы, я думал, все хорошо бы у него было бы. Еще залп пошел. С стабилизаторами по адертам что-то попадает. Это уже Ниба не спасет. Так, идут залпы. Ниб пытается держаться. 77-113. Ну, что, с двух бас уже можно сделать. Да, нас тут на второй еще ресурсы пока есть. Но падают все пилоны. Боевой лимит почти одинаковый. Здесь хайф со шпилем. Вы о чем говорите, называется это, ребята. Так, Ниб даже попадает. Дестабилизаторами сейчас пытается третий Нексус поставить. Ну, я думаю... Я не думаю, здесь уже агония, конечно, здесь уже последние минуты жизни просто. То есть полетает, еще подхарасит даже Зерга. Ну, даже валит. Может, его не будут. Бингами пробивать. Что-то более такое строить жесткое. Ну, вот сейчас Караптеры достроятся, а не Фениксов отгонят. Во-первых. Во-вторых, их грудок заморфится. Так, все, я здесь, ребят. Ну, что, Караптеры тут летают, ребята. Уже сейчас будут добивать Ниба. Они по две грелки пытаются плюс один Массе сейчас. По земле вообще нету на земле, что по воздуху стреляют. Тут первых два Сталкера вообще не прибавляет. Караптеры, правда, не попадают туда, естественно. Так, начинает Нибу. Так, где Фениксы-то? Фениксами надо прикрыть. Пытается валит Нибу Нексус подрезать таким элегантным образом. Просто описывал сейчас Нексус. Ну, что ты будешь делать, а? Караптеры хоть и падают, но они включат ГГ, понимая, что это без шансов. Захожу в Акварди, ребята. Ну, что-то валит сегодня, разбушевался. Резвeleкс. Резвeling. Резвращение. Резвищение. Резвращение. Продолжение следует... Ну что, валит 1-0 как-то неожиданно после такого разгрома со стороны Ниба Гумиху, тирана корейского, что он вот так вот прям начнет сливаться. Продолжение следует... Так что овер всегда у Зергосюза стандартно вот в этом направлении двигается. Ну и посмотрим, посмотрим, что здесь получится по итогу-то из этого всего дела. Так, третья хата. Три хаты пул, черт побери, у валита. Ниб проверяет, где же валит находится. А валит почему так не успел? Погодите, а почему так получается? Рано проверяет Ниб, то есть валит еще и долететь не успел. Его овер первый сюда летит, но он как-то медленнее, чем надо, долетает. В итоге Ниб проверяет овера здесь, овера здесь нету. Здесь залетает, валит на пофиг вообще. Решил показать, а зачем он овер это показывает? Он думает, что Ниб его видел, а Ниб его не видел вообще в принципе. Если бы он овера сныкал, было бы лучше ему. Почему? Ниб пошел бы сейчас не на тот респ и позже бы понял, что здесь вообще три хаты пул убил. А он очень-очень быстро поймет, сейчас он третью проверит. Кстати, сразу он как-то едет хитро мимо третьей базы, посмотрите. Проверяет, видит третью и вообще уезжает отсюда. Понял, что происходит, соответственно. Ну, обычно хочется пораньше третью в этой ситуации заказать, но Ниб не будет, судя по всему, этого делать. Зато овера собьет. За что предупреждение? За надо. За новости твои. Новости на первом канале, блин. Сбивается. Сбивается овер сейчас. И твайлайт доделывается здесь. Он не видел здесь его. Валит. А это будут стандартненькие адепты, абсолютно. Ну и выход через адептов, соответственно, в хату. Сбивается. Сбивается. Так. Сбивается. Сбивается. Ну что, плюс 2 гейта Скорость таки адептам Адепта уже 2 НИП ставит еще один пилон Очередной, значит, соплай блок, может быть Адепта осталась, прям, футбой принимает Все, уже 2 адепта здесь Ну, стрельнет, по нему, стрельнет, наконец-таки Да, варп идет Гейт еще один открывается Один идет, а немедленно не подкрывает, честно говоря И собирается НИПСу ставить второй Вот в каком направлении Сейчас спалит Овера, кстати, НИП Вот он видит Овера, сталкера надо вывести Адепта, наоборот, в рампе оставить Что ж это Овера-то не давит? Ну, е-мое, ну что за бред-то? Надо сразу брать сталкера Когда ты видишь Овера, что вот так вот он летает И адепта в рампе оставлять Лингов он не пропустит, а Овер по воздуху забьет Будет стрелять хорошо И, кстати, игря Валет делает сейчас Роучер-Эвенджера пуш, что самое интересное НИП пытается в это время Контр-врыв к нему сделать Для НИПа это выгодно, я вам скажу Обычно контр-врывы пуша против Роучер-Эвенджеров приносят свои плоды Каким образом? Просто экономику Зергу подбреваешь, и он ничего сделать Не может, вливается дальше-то НИП, е-мое, что-то творится-то? А, он королеву убивает Он пытается здесь принять Здесь Лингов заходят Адепты принимают против Лингов бой Они еще не на муве Только сейчас они на муве стали Здесь адепты пытаются на вторую пройти Врываются НИП хорошо, очень хвалят Четыре дрона минус Контроль как-то судорожно здесь Странно дронов фокусит На мейн врываются адепты Надо уйти Сейчас отроучи Дэмэджи много Слишком не получать Что-то НИП здесь тупит А он там Нексус пытается Свою отбить, я понял Но Нексус приходится отменять Он успевает все четко достаточно отменить Здесь дронов надо фокусить Дронов фокусит НИП 11 уже минусу 12 13 дронов минусу 29 49 в пользу Валета По лимиту По, точнее, пользу НИП по рабам На 20 рабов больше Но лимита на 30 Валета больше На 30, ребята, боевого Куда ты НИП Какие фениксы Тигрелок пару Надо здесь делать Здесь роучи, масса идет вперед И линги А он фениксов делает Ничего за бредятинка Муверчаж на ХГ выставляется Здесь есть у нас один халкер Адептов своих НИП поднимает Ну и то Ну поднял ты своих адептов А строишь-то ты фениксов Все еще продолжаешь Адепт с лингами Бьюкса разбираются По лимиту Кстати, НИП уже тут и в плюсе остается Прилетает Мазеркор Оверчаж наставляется На задний пилон сейчас Держится НИП против Валета Демеджит неплохо Роучи, фениксов Все больше и больше Надо уже поднимать Минусовать по очереди Начинать здесь понемножечку Что и делает НИП сейчас Ну нужно не демеджина поднимать А живых Здорово Пока пилоны валят Выбивает НИП идет вперед Валет Лингов вовремя не заказал И посмотрите Сейчас отобьется НИП просто Это факт Здесь надо новый пилон Ставить просто И все Так, Роучи пытаются уйти НИП пытаются Контраатаковать Веникс овера подрезает Здесь заходит НИП Принимает сутки С Роучи и бой Отбивает их Все по легкому Просто адептами Нужно ставить Новенький пилон Здесь на третьей базе Так, здесь линги Пытаются принимать Рабочих Но так просто Их не принять Нужно отменять Кэш же телепорт Линги заходит Адептами просто Изи не подбивает Вообще Что валят делает Посмотрите Фаршни Лингов своих Превратил Об адептов Зачем он с ними Вообще Здравствуйте Куповеров Это бич С кема Вообще Массоберы Висят под фениксами НИП Говорит Спасибо братан Сейчас соплай блок Тебе сделаю Это ты Хороший мне Подгончик сделал Королев Можно и нужно Поднять Сейчас обеих Просто минуснуть Максимально быстро Феникс Это с плюс один Здесь адепты Вышли за застройку Зачем они Кстати вышли за застройку Для меня Просто загадка Соплай блок Увалят Просто гигантски Пришла одна королева Сюда в атаку Две королевы Три королевы Неужели НИП такую катку Отдаст Это же дичь какая-то Две грелки Строится Рампу Блочить надо Быстрее Мазеркор Отглядать Три-четыре энергии Скоро уже 50 Будет Здесь фениксы Просто все унижают Оверов Одиннадцать Валют Одиннадцать На все ресурсы Какой же дикий Провал Грелки Заказаны Новые Мазеркор Потерял Не отлетел Пятьдесят Было Очень скоро Робо Делает НИП Там на третьей базе Фениксы Просто унижают Королев Всех оверов Вообще Все разбирают НИП Просто невероятный Дэмэдж Наносит Ресурсом По валюту Грелками Роучи Фокусит Плюс адептами Сейчас королев Разберет Грелками Именно Роучи Нужно фокусить Все абсолютно верно НИП делает Не надо там Тратить на королев Так Королев Тратит Не транслюзит Валют Ничего не делает Короче Просто НИП Сейчас валют За его нубство Так наказал Жестко Как же он его Жестко наказал Это вообще Был прикол Ребята Пришли Истребки Фениксы Это просто Ребята Фу Чур 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 Вовремя Он успел Грелок Не построить Если бы он сразу Грелок А не феникс За Коломбо И первый Пуш Так же Отбил бы Хорошо бы Но более Менее Он отбился В любом Случае Как бы Заходим В игру Случае Случае Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо предъявлять, отвечаю на завод записи моих стримов... Я не знаю, уже походу продажи поднялись... Продолжение следует... Нет, ссылку на кресло, но это слишком нагло... Со стороны завода производителя... Ищу, чтобы я ссылку добавлял... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, побежал Адептус Вперед от Ниба, смотрю на чатик я Его Идан поддержал ваш канал на сумму 500 рублей За вечерний стрим под кофе Спасибо, Джаваданчик тебе Адепт ворвался Только, ребят, не обижайтесь на меня Вообще, мама картошку поехала копать Блин, я вот не успел Сегодня, может, вообще поехать Думаю, попозже мне тоже Или завтра с утра сверх рано Вот Ну, походу, уже не срастается Спасибо всем еще раз за поддержку Да мне бы хотя бы вот эту штучку Для поддержки спины Вот прислали бы Ну, она там у меня что-то с резьбой косячная Резьба, но я сегодня с челом по... С человеком, может, пообщаюсь по этому поводу Короче, короче, ребята Подрезает сталкера верка В общем, не подгоняет лингов Занимает третий Нексус Сейчас вполне спокойно Ну, у Вайлета тоже все здесь спокойно Он строит 7 роучей, которые будут встречать Естественно, адептов в ближайшей перспективе 9 вот уже роучей строятся И, возможно, даже мы увидим от Вайлета Какой-то хитрый пуш Я не уверен, правда, в этом Но посмотрим, что будет Адепты идут вперед Кстати, пуш может быть сильным Потому что реводжер уже первый пошел И линги строятся Да, похоже, Вайлета именно пуш собирается сделать Адептов 9 Все они вперед двигаются Очень неаккуратно НИП, честно говоря, сюда заходит сейчас Нужно быть предельно внимательным Адепты линга минус 0 Заходит НИП мимо Вайлета юнитов Два старгита строятся Врываются с адептами против лингов Начинается битва здесь Фаербул никуда не попадает Очень четко НИП зашел сюда Почему? Потому что он не дает пойти к себе этими адептами Если бы они вот здесь стояли Их просто бы назад бы отогнал бы Вайлета А в итоге НИП здесь очень неплохо действует, ребят Пытается уйти, но линги окружают Фаербулы пошли прям идеально По адепту, смотрите, как потушил Ё-моё, просто жесть какая-то Идет вперед, валит И надо... Да какие Фениксы? Две Грелки Конечно, НИП что-то тупит Вместо того, что сразу Грелок заказывает Заказывает опять Фениксов Зачем-то, как и в предыдущей игре нелепо Ну и здесь сбриваются все фаербулами Нет, НИП успел доварпиться Надо отойти, уверчажа выставить сейчас на нем Что НИП пытается сделать Уверчажи выставляются По адепту прям фаербулы варп Ему сейчас прилетают Это очень неприятный момент был сейчас для НИПа Короче, придется третью НИП создавать Здесь, может быть, даже и вторую базу Надо блочить пилоном Здесь доварп, адепт пошел на рампу Мазеркором нужно, короче, все отдавать Мазеркором пытаться уже дома Надо отбиться Грелки, первые две вылетают Разогрев включать сразу нельзя Путроучи начинает НИП разогревом минусовать Попытки максимально минимизировать дэмэдж Которую он будет получать здесь на рампе В общем-то битву принимает Нормальный оверчаж пошел Адепт пока держится лень Пытается просочиться Грелки реводжеров минусуют Самых жирных юнитов НИП пытается держаться Валят по своим же юнитам Фаербулом попадают Ну почему Лингов-то НИП вовремя не вывел Поздно, как выводит-то сейчас, а? Ну правда, пробки окружают Лингов Смотрите, как хорошо Две всего погибли НИП потушил здесь все Вообще, у него шансы остаются Здесь 4 плюс грелки А с 4-мя грелками И Нексус брать здесь нормально будет Сейчас А там Гидродент Еще не готов А ведь Гидра-то Гидро Адептам-то скорость атаки есть И что же надо? Надо как-то грелки Все-таки реализовать Попытаться Может сюда слетать Я не знаю Здесь адептами отбиться НИП пока не рискует После такого-то дикого врыва Может быть он и прав После грелок Феникса Сразу пошли У Феникса адепты Это, конечно, очень интересно Все, но Так, отменил одну грелку Да, успел НИП одну грелку отменить И вложиться Фениксов Более мобильные, в общем-то, войска И войска, которые смогут Понапрягать Вайлета Здесь неплохо Чуть-то Вайлета разыгралась В последнее время, да? Гумиху, Фаварита Группы просто все забодали Здесь заврили НИП, который Гумиху просто развалил Вообще в хлам Сливает Вайлету Который тоже Гумиху убил Потому что самое интересное Ну а здесь Гидра, Роучи, Реведжеры Идут вперед Да, у НИПа много Фениксов Да, он встречает Гидру здесь Да, нужно отступать сейчас Феникс врывает Сразу Гидру НИП поднимает Принимает бой Нужно немножечко Все равно отступать назад Еще одного Убивает Гидра, Рисканип Принимает бой Грелками, Реведжер, Роучами То есть Грелками, Адептами Против Роучи, Реведжеров Феникс пытается Поднимать Реведжеров Минусует Еще одного Реведжера Очередного Пробками Пытается драться Но пробками Куда здесь С чем драться С Роучами, Слингами, С Королевами Да нет, это плохая идея На самом деле И пробок Сейчас не увести Ничего не увести Как-то они здесь В итоге Ни Грелки Ни Феникса Но вот после того Как он Грелок Вот мое мнение После того Как Грелок Он подстроил Ему сразу Нужно было Свичиться В МАЗ И ты В землю Он не Свичнулся В итоге Валит Его просто Берет И Пушем Про Бревонча Сделает Конкретный Так Ребят Сейчас я позвоню Человеку Секундочку Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Ребят Ну что У нас на сегодня Все здесь На данном турнире Да Я же делаю Стоп-старт Сейчас Вернусь После Стоп-старта Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...